Желание трахнуть рынок, да, это еще не трахнуть рынок. Мы работали на инфляции в 300, вы меня сейчас чем пугаете? Вам мучиться надо, а мне просто вспомнить. Я присутствовал о том, когда мэр города, для того, чтобы решить какой-то вопрос в городе, он вызывает главного криминала, и они вдвоем обсуждают, как решить этот вопрос. Сейчас мы находимся на фабрике по производству матрасов, компании «Осконов». В этом году мы сделаем, наверное, 55 миллиардов, может больше. Как спецоперация сказалась на бизнесе? Как сыну приходится объяснять? Да, что это за фигня такая, нам же обещали, что здесь трясти не будет, а тут почему-то трясти. Потому что это не профессионал. Обычная турбулентность. Копировать Икею, ну давайте по-честному, задача такая, не очень благодарная, да и не слишком возможная. Это уже практически война. Уход западных компаний с российского рынка сильно понижает конкуренцию внутри российского рынка. НЕФАРБСЫ Привет, друзья, меня зовут Ярослав Бабушкин, это не Фарбсы. Сейчас мы находимся во Владимирской области, недалеко от Коврова. Ковров – это город с большой промышленной историей и родина компании «Оскона», которая известна своими матрасами, подушками, шторами, а главное тем, что она учит людей культуре здорового сна. Это умение является инвестицией, которую сегодня оценить даже трудно. Зато оценить масштаб бизнеса можно хотя бы по выручке компании. У «Осконы» Life Group в прошлом году она составила практически 54,5 миллиарда рублей. Сейчас в группе компаний трудится более 9 тысяч сотрудников. Приехали сюда мы познакомиться с основателем компании Владимиром Седовым. Встретимся в городе, который придумал и построил на свои деньги сам Седов Доброград. Пойдемте узнаем, как здесь устроен бизнес и жизнь. Седов – настоящий старожил мира российского частного бизнеса. У меня была безвыходная ситуация, мне просто кушать хотелось, вот и все. Можно сказать, что он застал все этапы развития капитализма в Новой России. Что говорить? О «Осконе» уже 32 года. В 90-е, как и многие амбициозные люди, он начинал со спекуляции и торговли, продавал мебель. Но как уроженец промышленного города, Седов испытывал стыд перед родителями из-за того, что занимается купли-продажей, а не созданием чего-то нового. И начал варить джинсы, а затем в его жизни появились и матрасы. Стартовали практически с ручного производства. После поездки в США у Седова изменился взгляд на культуру здорового сна и того, какими должны быть настоящие матрасы. Вернувшись в Россию, он начал применять американский подход и в своем бизнесе. Седов является основателем «Осконе», возглавляет совет директоров, но сегодня уже не участвует в операционном управлении. Нет. Им занимается команда топ-менеджеров. Один из них – генеральный директор «Осконе» Александр Маненок. С Александром мы, кстати, тоже успеем поговорить на производстве компании. Седов сегодня увлечен развитием новых проектов. Главный из них, пожалуй, город его мечты – Доброград. Я пока что единственный сумасшедший в этой стране, который решил построить город с нуля. Уже потрачено 16 миллиардов рублей. В планах – 73 миллиарда. Площадь – более 2,5 тысяч гектаров. Здесь есть многоквартирные дома, таунхаус, школа, детский сад, рестораны, отели, поле для гольфа, аэродром и многое другое. В планах – самый большой вейк-парк в Европе, торговый центр и еще огромное количество разнообразных построек. Доброград является выездной площадкой Большого театра. Здесь проходят концерты звезд и шоу фигурного катания от Ирины Слуцкой и Ильи Авербуха. В общем, звучит крайне интригующе. Пойдемте посмотрим. Не фарсы. Владимир, здравствуйте. Доброе утро. По вашим ощущениям, частный бизнесмен в России сегодня это раздражающий фактор или что-то изменилось? Вы это говорили в интервью лет пять назад. Ну, я думаю, это же у каждой, у разных категорий разные отношения. В 90-х годах мы точно были прямо проклятыми врагами для общества. Нас было мало, и мы вызывающе лучше жили. На сегодняшний день частный бизнес формирует огромное количество рабочих мест. И ты можешь по-разному относиться к бизнесмену, к частнику. Но ты работаешь там, и твоя семья живет оттуда. Ну, я даже вот взять там город Ковров, зная его архитектуру. Если брать промышленность, я не говорю, торговля, она вся частная, да? Вот, если брать там даже промышленно-индустриальную, в частных руках, две трети. Это частные предприятия, две трети экономики города. То есть это много. А 90-е для вас какими были? Веселыми. Вы рассказывали, что в 93-м году наряжали елку долларовыми купюрами. Что это было за история? Кураж. Это как называется, когда человек сто дней не ел, а потом ему дали колбасу, да? Причем очень-очень много, да? Вот он и будет есть там всеми частями тела. Вот, поэтому, когда мы вошли в бизнес, не имея ничего ни за душой, ни за грошой. Вот, и у нас получилось так, что у нас вот что-то, я сейчас вспоминаю, что там от суммы-то были, ну, так, скажем, по нынешним понятиям, вообще-то какие-то фантастические, да? Но просто когда вот, ну, в бизнесе есть такое понятие, применяя сейчас эффект низкой базы, да? Вот, здесь была не низкая база, здесь была отрицательная база. Когда с отрицательной базы как бы ты куда-то поднимаешься, да, у тебя реально просто это кураж такой шок происходит, потому что нифига себе, вот это да. Владимир, вы говорили, что в 90-е вообще все пережили, и в лес возили, и били. Из-за чего это? Из-за денег было? Ну, слушай, это естественное было следствие тех изменений, которые в стране происходили, то есть когда государство, которое держалось жесткой рукой власти, вот эта власть слилась, и государство повисло в воздухе, и не было силы государства, то святое место пусто не бывает, да, его мгновенно заполнил криминал. Вот, ну и криминал выстраивал структуру, систему. Это было очень похоже на государственное управление, когда был практически президент, потом были губернаторы, мэры и так далее, и так далее. Структура, которая молниеносно создавалась, и она, естественно, там были силовые экономические блоки у них и так далее, и так далее. Причем это было прямо создавалось на глазах. То есть, да, контроль, подчинение, финансы, это была, это не бандиты были, это был организованный криминал. Почему тогда же появился термин «организованные преступные группировки», да? Вот, и потом только вот в нулевых годах, значит, их начали сносить, после 98-го года государство стало возвращать контроль над страной в свои руки. А вот с 90-го по 2000-й это была не власть государства. Она параллельно была, но она, ну, слушай, давай так, я присутствовал о том, когда мэра города, для того, чтобы решить какой-то вопрос в городе, там, прям у меня на глазах это было, да, он вызывает главного криминала этого города, и они вдвоем обсуждают, как решить этот вопрос. Потому что мэр города не мог решить этот вопрос, если главный за криминал, отвечающий на территорию этого города, не был бы с ним согласен. То есть, они решали городский вопрос, и это было по всей стране. Это страшно было? Тогда привычно, сейчас, ну, есть что вспомнить. Вы просто рассказываете из разряда, там, в багажник в лес, что-то звучит, как будто это дико страшно, а вы так легко про это говорите? Слушай, ну, Ярослав, ты понимаешь, как бы, то есть, вот, страшно, это когда вот, сейчас это произойдет, когда это не является нормой, да, но когда ты находишься в этой среде, и это везде повсеместно и всегда, это становится частью твоей жизни. Какая у вас была схема продажи мебели, когда в стране был бартер? Это, кажется, это было очень сложное. Ярослав, это была бартерная схема, вот, ну, она так называла, но денег не было ни у кого, поэтому товары меняли на товар, да, вот, каждый раз, каждый раз делая наценку. Ну, есть зарплату выдавали товаром, да, вот, налоги платили товаром даже, это было сложнее, но можно было договориться с налоговой и товаром заплатить и налой. В нашем случае это у нас было поставить мебель, там, я не знаю, там, учреждения в какие-то региональные или федеральные, да, это зачитывалось в налог. Ну, потому что была нездоровая финансово-денежная политика, кредитно-денежная политика, и в стране ходил только товар. Я не могу сказать, что это было как-то плохо, просто это было, и экономика, я просто для себя помню, что насколько, насколько экономика, насколько экономика адаптивна. Вот, не было денег, экономика может жить без денег, да, вот сейчас, когда, там, в этом году, там, о, инфляции, там, план, сколько называли, будет, там, 12%, нет, нет, в мае называли, там, 30 будет, 35, инфляция будет, да, ставка рефинансирования вот такая, у меня менеджер так, что будем делать, я говорю, ребят, ну, мы работали на инфляции в 300 и ставки кредитной Центробанка 600, я работал в этих условиях, вы меня сейчас чем пугаете, 30 и 40, когда мы работали на 300 и на 600, то есть есть опыт, да, то есть в этом нет ничего. То есть вам надо просто вспомнить. Да, я сказал, вам учиться надо, а мне просто вспомнить, да, и все, больше ничего. Ничего сложного в этом нет абсолютно, вот для страны, конечно, это трагедия. Проблема была только одна в этой ситуации при бартерной сделке, то, что все равно твои сотрудники не могут весь, все товары первой необходимости для своей семьи купить в обмен на что-то, да, поэтому какие-то деньги надо было, вот, поэтому зарплату надо было все-таки платить людям деньгами, вот, собственно, тогда и исключительно в этих целях у нас появился первый розничный магазин мебель, то есть мы мебель торговали оптом и вот в основном бартерными вещами, ну, нужен был где-то кэш живой, да, вот, собственно, тогда мы поставили первый мебельный магазин, когда мы мебель продавали за деньги и вот эти деньги и выплачивали своим сотрудникам в виде заработной платы. У вас хорошая интуиция? Да, да, интуиция зверская. В 1998 году вы неплохо встретили это время, в отличие от многих, потому что ваш приятель советовал вам покупать доллары, то есть для вас нельзя было сказать, что это был вообще крах всего? Нет, в 1998 год это был бинго, для меня это был хороший год. Расскажите эту историю. Не, ну, здесь есть хороший друг, который там, где-то есть знакомство в верхних эшелонах власти были, и он мне показал в апреле месяце, по-моему, я с не ошибаюсь, или в марте, документ регулируемого обвала курса рубля, вот, где был расписан весь сценарий о том, когда кто-то выступит по том, что произойдет, и там число, по-моему, называлось, не знаю, там, середина августа, когда рубль должен был девальвироваться, там, по-моему, в шесть или в восемь раз, я не помню. Ну, на самом деле, не поверил, несмотря на все мои интуиции, я не поверил, ну, потому что это выглядело, ну, все неплохо было, вот, и вдруг вот такая история. Документ начинался с того, что вот, кто у нас тогда министром был, премьер-министром, не помню, вот, начинается с его выступления, там, с каким-то докладом, и спустя буквально неделю, две или три, наверное, после того, когда прочитал документ, вот, мне его в руки не дали только почитать, вот, и происходит вот это событие. Я говорю, блин, а что это вот оно, как тоже неожиданно было, да, и вроде, слушай, мне показалось, что так оно и будет, и вот мы, там, этот период времени просто брали кредиты и рубли, продавали продукцию, выручку меняли на валюту, вот, и таким образом накапливали валюту, вот, и когда в августе все свершилось, вот, была проблема продать эту валюту, да, потому что не очень просто было, это было достаточно много, но продав валюту, мы получили прям очень классный финансовый доход, да, это одно момент. История о том, как важно знать инсайт, да? Ну, слушай, инсайт, такой еще вещь, ты когда, любой инсайт, который ты получаешь, у тебя всегда же вилка. Верить, не верить? Верю, не верю, да, вот, ну, вот, я тогда поверил. Вы родились в семье заместителя главного инженера Ковровского электромеханического завода. Можно ли сказать, что по тем временам вы были мажором, что ли, золотой молодежью, или нет? Ярослав, ну, сразу видно, что ты достаточно из молодого поколения, да, вот. Ну, зам инженера завода Ковров, большой промышленный город. Да, 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 ну, заместитель главного инженера завода, большого завода, ну, наверное, имел зарплату тогда рублей, наверное, ну, может быть, 200-250. Ну, тебе ни о чем не говорит это, да? Ну, давай так скажем так, у моих родителей никогда в жизни не было машины, потому что они не могли себе позволить ее купить. У моих родителей не было квартиры, был там построен такой небольшой домик, да, и только ближе к преклонному возрасту своего отца он смог купить себе мотоцикл. Ну, вот, я не знаю, мажор, я не мажор, не знаю. Угу, то есть родители вас не баловали, просто там из советской биографии, если это зам главного инженера, это значит, что это очень прилично на общем фоне. Ну, наверное, мы с тобой разные биографии читаем, я не знаю ни одного заместителя, я даже ни одного главного инженера советского времени не знаю, вот, в таком статусе, в котором ты себе это представляешь, да. То есть, чуть лучше жила тогда номенклатура. Вот, предположим, заместитель первого старого горкома партии, а если обкома партии, да, вот его дети могли относиться к определенной, в том понимании, мажорности, потому что это не только чуть больше доход, но еще и определенный доступ к каким-то вещам, которые не чиновничной маниклатуре были недоступны. А все, что касалось пролетариата во всех его смыслах и рабочих, и управленцах, ну, нет, все было одинаково. То есть, родители вас не баловали подарками? Ну, нечем было. А в строгости вас воспитывали? Нет, в труде, я бы так сказал. Ну, а как, поскольку, как бы, денег-то, как бы, не было на жизнь, да, поэтому огород, картошка, все свое сознательное детство. Лето я проводил в том, что родители заставляли сажать, выращивать, полоть, жуков собирать и так далее, и так далее. Вот осенью этот урожай консервировать, но зимой кидать снег, вот, собственно говоря, такая обычная, точно такая жизнь, которая была у, я думаю, там, у нескольких сотен миллионов граждан СССР. Что вас вдохновило на то, чтобы пойти учиться на педагога, преподавателя физической культуры? Я не могу сказать, вот, не могу вспомнить, почему я захотел стать педагогом, но я только помню, что это было достаточно рано. То есть, у меня полное понимание о том, что я пойду учиться на педагога, пришло где-то, наверное, в седьмом классе, и причем оно вот прямо встало, и все. То есть, видимо, все эти космонавты, шиферы, они у меня прошли до седьмого класса, вот, а в седьмом классе я был абсолютно уверен, что я был педагогом. Учаясь в школе, у меня было достаточно много хороших учителей, и действительно хороших, талантливых педагогов, и, то есть, у меня ко многим из них на многие годы сохранилась искренняя любовь. Я до сих пор, спустя, там, сколько, да, школу лет закончил назад, да, там, 40 лет назад, я многих из них помню по имени-отчеству. Я помню свою учительницу первого класса по имени-отчеству, это было 50 лет назад, да, Мария Петровна Суворова. Вот, я думаю, что вот образ вот этих вот увлеченных, профессиональных, талантливых людей, я думаю, что мне, наверное, захотелось быть такими. То есть, по-современному сказать, что было в нетворкинге, да, родители, старший брат, одноклассники в спортивной секции, и вот тренера и учителя, да. Ну, вот, не было же больше-то посмотреть-то, больше не было ничего, да, вот, информационного поляна-то была достаточно узкая. Поэтому, собственно говоря, вот я, видимо, из этого вот палитры, которую видел, именно эта палитра и позволила мне выбрать профессию педагога. А учитель физкультуры, это уже такая история, уже, скажем так, больше, наверное, случайная даже, вот. Мне было без разницы абсолютно, какой факультет поступать, единственное, там, я точно не пошел бы на математику, потому что я ее не любил, но у меня была абсолютная, там, готовность поступить и на химию с биологией, и на исторический, и на физкультурный. Ну, так получилось, что я тогда занимался видом спорта, достаточно редким, спортивное ориентирование плюс альпинизм, и в советское время институты, высшие учебные заведения участвовали в спартакиадах всероссийских, когда соревновались между собой по разным видам спорта, вот, и это приносило определенные, там, баллы, я уж не знаю, что там за этим следовал, ну, то есть это было, короче, почетно для института, вот, и каждый пытался где-то в чем-то выиграть, но очень сложно выиграть в баскетбол у всей страны, когда ты, когда вся страна играет в баскетбол, да, все институты, да, а вот, как бы, когда там 10 альпинистов на всю страну, да, то, в принципе, есть шанс что-то получить, так же по спортивным терминам, и меня тогда перехватил декан факультета физвоза и сказал, слушай, давай, давай лучше к нам пойдешь, я подумал, ну, а что, нет, мне еще учиться будет легче, потому что спортсмены, как правило, ребята, не очень часто хорошие результаты показывают, образовательные, вот, я, в принципе, учился, ну, достаточно неплохо, за исключением точной науки, вот, в принципе, я согласился, я не пожалел ни грамма. Работали сколько-то по профессии? Есть ли люди, которые могут вас встретить и вспомнить, потому что вы были у них там, учителем физкультуры? Я работал в школе, по-моему, около шести лет. Что вы можете вот о том периоде вспомнить, чему он вас научил? Лучшая работа в моей жизни, у меня их две было, тогда в школе и бизнес, и та до сих пор, она мне, я уверен, что она лучше. Теплые воспоминания только самые лучшие, я по-прежнему в контакте со многими своими коллегами, учителями, с которыми вместе работали, я встречаюсь с выпускниками, тех, кого я выпускал периодически, кто-то из них работает у меня в компании на сегодняшний день, это так, самое приятное воспоминание о том периоде времени. Вы один из тех, кто на уход западных компаний не сказали, ну и валите, наша ниша, новые возможности, а даже искренне сожалели, особенно о компании Ikea. Почему такая реакция у вас? Западные компании за последние 30 лет достаточно много привнесли в создание российской экономики. Представляете, был советский период там до 90-го года, да, и была плановая экономика, государственная экономика, было государственное торговое, государственное производство. Вот, и если страна бросила, как бы, объявила о том, что теперь Россия будет рыночной экономикой, да, то вклад западных компаний во всех секторах экономики, и в торговле, и в логистике, и в производстве, и в сервисах, конечно, был очень-очень значим, потому что, ну мы ничего не умели, да. Вот, мы, конечно, сами всему бы научились, но для того, чтобы догнать и быть конкурентоспособными с западными странами, с более развитыми экономиками, конечно, их работа на территории России очень важна и очень сильно сократила дорогу. И сказать, что мы за 30 лет смогли быть конкурентоспособными уже, ну нет, давайте скажем так, мы сегодняшний день там на пальцах двух рук можем перечислить успешные производственные проекты российских компаний за пределами Российской Федерации, и в основном они связаны все с сектором государственной экономики классической, там, Росатома, металлургии и так далее, и так далее, да. А если говорить о том, что покажите нам успешный ритейл российский, который оказался за пределами Российской Федерации, ну, я, честно говоря, даже и не знаю, вот, сервис тем более. Поэтому работа в окружении достаточно сильных и эффективных конкурентов, это всегда бодрит и развивает экономику, потому что уход западных компаний с российского рынка сильно понижает конкуренцию внутри российского рынка. Да, ниши освобождаются, но при этом снижаясь конкуренции, а значит, скорость развития и качество развития, наверное, будет не такой, какой могло бы быть. А вам не удалось тогда познакомиться с основателем IKEA? Я с Ингуром Кампердом знаком был задолго до, я с ним знаком с 2002-2003 года, мы с ним встречались несколько раз, человек, которого я, ну, это человек-легенда, скажем так, да, человек, который очень интересный, его мышление очень интересно, очень интересно было с первых уст слушать, как пришла ему в голову IKEA, как компания развивалась, он очень интересная личность. Он же в жизни был сторонником такого очень разумного потребления, да, нельзя было сказать, что он разбрасывается деньгами, хотя он гипербогатый человек. Ну, скажем так, я думаю, что это в большей степени позиционирование, вот, потому что действительно не бедный человек, и как у небедного человека, естественно, у него были и проявления его богатства, скажем так, то, что я видел. Какая в том году была операционная прибыль у Оскона, вы знаете? Нет, не знаю. Выручку? Не знаю. Ну, порядок, но не знаю. Я не нахожусь в операционном управлении, и честно... Ну, такие основные показатели тоже не интересуетесь? Нет, я другим вещами, я присутствую на квартальных советах директоров, всех отчетах, да, и цифры там, конечно, эти есть, но я их не запоминаю, потому что они мне не очень интересны, когда все это идет, я молча слушаю. Но другая часть советов директоров, когда обсуждается план развития, как каждое направление, во что будет развиваться, куда пойдет, так пойдет. Вот это мне становится интересно, тут я уже включаюсь активно в разговор, и вот иногда мне говорят, что да, все классно, конечно, но слушай, что ты хочешь, у нас просто денег столько нет. Вот тогда я, бывает, иногда возвращаюсь туда и спрашиваю, ну да, покажите, что у вас тут с деньгами, да? Ну, то есть мне это вот просто... Ну, я порядок знаю, но это не является точкой моего контроля. В интервью Минаеву вы говорили, что в том году, там, 10 месяцев не бывали на совете директоров. Да, я в этом году, вот 22-й год сейчас у нас, да, я был только один раз за весь год. Ну, наверное, там, в марте-апреле? Нет, вот сейчас как раз только, в марте-апреле прогулял. То есть в момент, когда там вся экономика меняется, рушится в... Ну, а что делать, когда меняется экономика, что делать за столом совета директоров? Потому что там точно делать нечего. Это называется, одевай сапоги, да, бери лопату и иди в поля. Что делать за столом совета директоров-то? Владимир, как спецоперация сказалась на бизнесе Оскона? Ну, это изменения, как любая кризисная ситуация, да. То есть когда меняется много показателей, там, до этого, конечно, больше был опыт, связанный с финансовыми прогулентностями, то сегодняшняя ситуация кризисная для бизнеса, она больше связана с нарушением классических, логистических, как бы, путей. Ну, по крайней мере, для нашего бизнеса, да. То есть в меньшей степени по финансам для нас, в меньшей степени, сказалось, проблема с поставщиками и с покупателями, поскольку в основном корневом бизнесе мы большую часть сырья ключевого производим сами, то есть у нас вопрос поставщиков для нас не отразился, там, какими-то серьезными изменениями. Вопросы с логистикой для нас были определенными вызовами. Ну и финансовая такая небольшая турбулентность относительно кризиса, там, восьмого года, это нормально. Ковров город с большой такой воинской историей, где было много предприятий двойного назначения. И есть до сих пор. И есть до сих пор. Аскона не может стать таким? Ну, скажем так, я вообще считаю, что, поскольку я человек с советского периода, я знаю, как это было тогда, я считаю, что неправильно, что этого нет сейчас. Каждое предприятие, что бы оно ни производило, его технология может быть использована для производства товаров другого назначения. В советском периоде так было всегда. Предприятие выпускало что-то, но при команде оно могло начинать выпускать что-то другое. При этом его готовность была превентивная. Вплоть до технологических карт, которые готовы на этот выпуск продукции, они лежат там где-то в сейфе. До карт раскроя, до понятия, кто поставщики, есть этот материал немножко другой и так далее, и так далее, и так далее. И при плановой экономике в Советском Союзе это рулил генплан, да, когда каждое предприятие выпускало обычную продукцию, но каждое предприятие имело потенциальное моб-задание. И я считаю, что это правильно, я считаю, что это абсолютно правильно, я не понимаю, почему у нас этого нет. Я могу сказать, вот наш там опыт, например, в пандемию показал, но это опять была наша была инициатива. Когда мы пришли и сказали, господа, посмотрите, у нас материал, из которого делаются маски, защитные костюмы, он у нас вообще на складах лежит, потому что у нас в матрасе есть, да, маски и защитные костюмы краятся и шьются. Причем шьются они не иголками с нитками, потому что если ты шьешь с иголкой с ниткой, то у тебя появляется дырочка от иголки, да, и в эту дырочку может проходить вирус. А есть другой способ соединения тканей, называется ультразвуком, да, то есть когда нет шва, который там, через который может пройти зараженный воздух. Я говорю, у нас все это есть. Для меня, по большому счету, там, не делать матрасы, а начать делать защитные костюмы, маски, ну, это вопрос. Ну, у нас это заняло, там, словно говоря, там, три недели. Три недели это немного. Ну, если бы мы к этому были готовы заранее, и нам бы это МОП-предписание было в свое время спущено, то мы бы не через три недели этот продукт запустили, а запустили бы его после обеда. И, конечно, там, польза от этой быстрой реакции для страны, для общества, для каких-то отраслей, конечно, точно была бы более полезна. Я считаю, что это большая недоработка наших управленцев промышленности и министерств по чрезвычайной ситуации, потому что я считаю, что это так должно быть. То есть вы даже не против, вы только за? Я категорически за. Я выходил после этого на правительство с предложениями, слушайте, давайте, в конце концов, давайте распишем, хотите, давайте поставьте задачу, мне сейчас должно там откуда-то прийти, спустить. Пожалуйста, подумайте, вот список того, что потенциально может быть понадобится вот в этот период, там, я не знаю, там, в пандемийный, там, военный, там, в стихийный бедствие какой, и так далее, и так далее. Пришлите, пожалуйста, то, что, скорее всего, может быть понадобится. Мы, зная нашу технологию, ответим вам, что вот это, вот это и вот это мы точно можем при незначительной подготовке заранее положить себе в архив готовность и быстро выпускать. Выводите нас в реестр, и мы готовы выпускать. Я считаю, что, не просто я не против, я считаю, что так должно быть. Я против того, что этого нет. Вы сейчас помогаете как-то? Ну, у нас было, когда мы мобилизационные собирали пункты, да, естественно, они оказались не в той степени готовности для принятия большого количества новых военнослужащих, и там спальные места не были укомплектованы в том количестве, да, вот. Мы достаточно там быстро по запросу разных регионов поставляли данную продукцию. Ну, это наши обычные продукции, по большому счету там. У нас абсолютно четко регло по их стандарту, то продукцию, которую мы делаем для РЖД, вот. Эта же самая продукция, она полностью соответствует для использования, скажем, в полевых условиях, поэтому мы просто поставили ту продукцию, которая у нас есть. Не форцы. Александр, где мы сейчас находимся? Ярослав, привет. Сейчас мы находимся на фабрике по производству матрасов компании «Оскона» в городе Ковров. Это тот самый завод, который горел, как я понимаю, судя по цвету потолков. В 2006 году здесь был пожар. Да, это было 16 декабря 2006 года, у нас случилось короткое замыкание, слава богу, то есть все эвакуировались, у нас не было пострадавших, по слову, совсем, но черные потолки мы оставили себе как напоминание об этом случае, чтобы это никогда больше не повторилось. Вы уже тогда работали в компании? Да, тогда я работал в компании, но тогда я в компании работал, по-моему, второй или третий год. То есть вы уже почти 20 лет работаете в «Осконе»? Все так. А сколько сейчас у вас таких производств? Потому что, насколько я знаю, не только в Коврове. Не только в Коврове, то есть в целом в группе компаний 10 фабрик. Это производство матрасов из несколько локаций, Ковров, Владимир, Новосибирск. Производство кровати, корпусной мебели, диваны, подушки, всевозможных сварика и большой сырьевой блок. Какую вы выручку делаете в год со всех ваших матрасов, подушек и всего прочего? Ну, в этом году, я думаю, мы сделаем, ну, давайте так, у нас впереди еще полтора самых тяжелых месяца с точки зрения обработки заказов. Люди покупают, да, но перед Новым годом активно? Да, 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 да. У нас сезон так называемый, но я думаю, что в этом году мы сделаем, наверное, 55 миллиардов, может, больше. 55 миллиардов. Вы, наверное, один из самых больших налогоплательщиков Владимирской области, да? Да. У нас есть, как бы, ну, две бизнес-модели внутри. Есть собственные бренды, которые продаются в наших магазинах, магазинах франчези у наших партнеров, в интернет-магазине, в E-коме. И есть, скажем так, где мы выступаем в роли исполнения корпоративных заказов. То есть мы под приват-лейблами, под брендами наших партнеров производим и продукцию, которая принадлежит им. Мы так работали с Икеей, мы так работаем, по части продукты работали с Хофф, Ашан, для КамАЗа мы поставляем, для различных гостиниц. А для КамАЗа что? Матрасов-кадин. Много ли здесь у вас комплектующих из-за рубежа? То есть, или это все ваше прямо производство? Порядка 40% это были прямые поставки из-за рубежа. Европейские, да, наверное? Мы по всему миру работаем, у нас специально задублированы цепочки поставок, то есть это Европа, Турция, Китай, Индия, в какой-то степени были Соединенные Штаты, немножко Латинской Америки. Поэтому, несмотря на прямые, скажем так, поставки из этих регионов, еще наши поставщики российские закупали там комплектующие для своих материалов. Вот, допустим, пенополиуретан, тот же поролон в простонародье, часть химических компонентов закупалась в Европе. То есть, вроде бы для нас российский поставщик, но все равно след идет импортный. Поэтому, наверняка, если говорить про общую долю, это проценту, наверное, 60-65 доходило, может быть, даже больше. Выручка в вашем году насколько уменьшилась от плана, который был там в конце 21-го года? Вы наверняка его планировали. Могу сказать, практически не уменьшилась. Серьезно? Честно. А за счет чего? За счет агрессивного маркетинга, того, что вы очень хитрые рекламные компании постоянно делаете. Я как не зайду на сайт Асконы, все время куча разных спецпредложений вообще на все. Тут, наверное, такая комбинация факторов. То есть, уходит Икея. Вроде бы идет потеря целого канала продаж. То есть, мы в Икею поставляли в год 870 тысяч матрасов. Но в это же время мы начинаем быстро перестраиваться и занимать новые каналы, один из самых быстро растущих. То есть, по сути дела, мы выходим на маркетплейсы. И целую фабрику по производству товаров для Икеи мы начинаем постепенно наполнять продукции для маркетплейса под новым брендом и для B2B каналов. То есть, мы перестраиваем каналы продаж. Это раз. Это то, что позволило заполнить мощность и не потерять выручку. И второе, наши розничные каналы франчези очень хорошо сработали с точки зрения развития, с точки зрения не потери привлечения клиентов, с точки зрения перестраивания по ценовым сегментам, бода, новинок. Потому что мы же растем не только за счет расширения сети. У нас расширяется ассортимент, у нас расширяются магазины как таковые по площади, потому что нам клиенты уже говорят, ну, друзья, у вас столько ассортимента, мы посмотреть его вживую хотим. Поэтому нужно расширяться. Не форцы. Правда, что название Аскона вы придумали с такого легкого похмелья и компания сейчас называется в честь Опеля Аскона? Ну, точно не в честь, не в честь, да, вот, но, как бы, я бы не сказал в честь, да, называя слегка уставшим утром компанию Асконой, потому что мы пытались его завести и, в принципе, так и не завели. Это точно не в честь, да, а скорее всего так в память. А что это было за история? Вот, ну, у меня партнер купила первую машину в ее семью, это был очень древний Опель Аскона, дизельный, ему был тогда бэушный, ему было лет 15, наверное, вот они его пригнали, и мы его весь вечер пытались завести, вот, а он был дизельный, мы не знали, что дизель нельзя было толкать, мы его пытались толкача завести, но мы же ничего не знали, да. То есть мы его не завели, но поскольку купили, мы его обмыли, вот, купили же, вот, ну и поэтому вот с утра, как бы, я, это точно не в честь, это в память, вот, о том, что вечером было хорошо, вот, собственно, так случайно появилось название Аскон. Вот вы упомянули про партнера, с которой начинали бизнес, как я понимаю, а кто это, нигде в интернете этой информации нет? У меня было два партнера изначально, две девушки, которые со мной были с самого начала, одна прям вообще с самого начала, а вторая там через полгода, наверное, да, и мы прошли эту дорогу вот с 89-го года, до они вышли из партнерства со мной, наверное, наверное, 4-5 лет назад, всего лишь навсю. Почему? Потому что просто устали заниматься бизнесом? Ну, ну, да, как бы не было необходимости, посчитали какие-то свои планы, захотели выйти из бизнеса абсолютно нормально, здорово. То есть мы друзья, они вышли, вот, а одна из них продолжает работать в компании, вот, вторая находится на почетной пенсии. Не партсы. Многие эксперты там по Вайлдберрис, по Озону говорят, что это совсем другая торговля, что это определенные законы жанра. Вы в этом преуспели? Расскажите об этом. Так как наши клиенты во многом хотят покупать на Озоне, на Вайлдберрис и хотели бы пересекаться и касаться нашего бренда, то мы сделали для них такую возможность, у нас на всех маркетплейсах открыт так называемый shop-in-shop, то есть ты заходишь, проваливаешься в магазин Озконы внутри Вайлдберрис, и там ты можешь выбрать продукт, и мы его тебе доставим с той скоростью, с которой ты работаешь на Вайлдберрис. Там будут те же цены, та же Озкона, то же качество. Мы завели второй бренд, та самая история про другой жанр. Мы сделали бренд Байсон и завели его в историю жесткой конкуренции, ценовой, в среднем минусе в экономе, ну и в среднем сегменте, частично. Сколько сам стоит средний матрас Байсон? Средняя цена, по-моему, была порядка 6500. То есть цена все равно это самый главный фактор для количества проданных матрасов? Для количества, если ты хочешь продавать на маркетплейсе именно количество и зарабатывать на низкой марже, но на большой валовке, да, цена. Как только ты начинаешь играть с ценой, ой, чуть-чуть повысить маржу, ты видишь сразу, как на следующий день слетаешь. Дальше ты приняешь другие действия, ищешь новую гипотезу, проверяешь, и так двигаешься, двигаешься, двигаешься. Но если ты хочешь набрать какую-то лояльность бренда, придется в это вложиться на первоначальном этапе. Мы запускали в мае, мы 4 месяца держали лучшие цены, потому что мы знали, что у нас все в порядке с качеством, со скоростью. Набрали большое количество отзывов, благодарных клиентов именно для этого бренда. То есть набирая отзывы, ты поднимаешься опять же все выше и выше. Дальше ты можешь себе позволить дифференцироваться по цене. Так, ты уже более-менее узнаваемый, ты получил кучу лайков, у тебя у нас оценка на маркетплейсах 4,9 практически на всех. Поэтому это связано и с качеством товара, и скоростью доставки, как работают консультанты и так далее. Но как только ты проваливаешь какой-либо параметр, ты начинаешь работать заново практически. Какая средняя маржинальность вообще у матраса? Можно ее посчитать? Ну, ее, конечно, можно посчитать, но это будет настолько средняя температура по больнице. Средняя розничная маржинальность считается нормальной в бизнесе, это 60% плюс. Это на категории... 60%? Да. Это какая-то огромная маржа. Ну, я думал, 15-20. Это средняя температура по больнице, поэтому она очень сильно варьируется. То есть там у дорогих матрасов она еще больше, наверное? Она может быть больше. Там, где идут и товар выполняет историю, скажем так, победить в ценовых войнах, она может быть и отрицательная. Иногда, если это нужно бизнесу. Не парцы. Какой сегодня нужен лидер? Слушай, ну здесь не то, что сегодня, это всегда так, да? Я могу сказать, кто проигрывает всегда, да? Проигрывает тот, кто в какой-то период времени получает ощущение того, что он уже все знает, все решил, и теперь эта машина только пойдет и будет двигаться вперед и вперед, вперед. Вот тот, кто не готов к изменениям, тот, кто возможные изменения пропускает эмоционально через себя, ну, я считаю, это критерий непрофессионализма. Всегда выигрывает тот, кто готов к любым изменениям, к любым турбулентностям каждый день. Ну, слушай, ну, пилот самолета, конечно, он получает перед вылетом, я как пилот говорю, я, конечно, получаю по прогнозу, по своему маршруту, те трудности, которые могут у меня возникнуть. Да, где-то будет турбулентность, где-то будет ветер, где-то будет обледенение. Я эту информацию предварительно получаю. Но эта информация такая, could be yes, could be no. И в то же время я всегда готов должен быть к тому, что на том участке, который прогнозировался абсолютно, без изменения давления, без геотермалки, без ветровых сдвигов, и все должно было быть зашибись, и вдруг меня в этом месте тряхнуло так, что я, если бы не ремни, вылетел бы из седла. Ну, вот, нормальный экипаж готов к этим вещам всегда. Ненормальный экипаж вырубается в панику и начинает рассуждать, что это за фигня такая, нам же обещали, что здесь трясти не будет, а тут почему-то трясет. Ну, ты можете представить такой экипаж самолета? Я не могу, потому что это не профессионал. Где вы нашли ваших топ-менеджеров? Базовый костяк весь вырос здесь, там у них стаж работы от 20 до 25 лет. Там Траман, Ершов, Александр Манен. Да, это все ребята, которые выросли здесь, и они являются костяком топ-менеджмента. В топ-менеджменте есть ребята, которые пришли, будучи топ-менеджерами, с других компаний, и есть ребята, которые пришли уже в достаточно зрелом возрасте, но не топ-менеджерами, но пришли и уже стали топ-менеджерами здесь. Но база, костяк, это вот старая молодая гвардия. Ну, кем условно президент компании и генеральный пришли в Оскону? На какие позиции? Роман пришел моим переводчиком. Переводчиком? На какой? На английский? На английский, да, не говорил. Вот, где-то полгода, наверное, потом создал отдел внешнеэкономической деятельности, поработал там, а потом пошел мастером в цех, а потом ушел в маркетинг, а потом ушел в продажи, потом опять в производство. Ну, в общем, такая вот дорога. Внутри компании она больше такая вот была, даже не строго по горизонтали, и не всегда по горизонтали вверх, да, вот. То есть мастера переводчиком это гуманитарная такая вещь, а мастером в цех это ручной труд, как я понимаю, это помогать собирать матрасы. Роман единственный менеджер в компании, который может сейчас на станках, наверное, будет коряво, долго, но он матрас сошьет. Потому что он единственный из топ-менеджеров, который работал на станках, на всех причем. Вот. Я думаю, что это будет ужас-ужас. А вы сами сошлете матрас? Нет, нет. На этих станках нет, не сошью. Я даже не знаю, как они включаются. Вот. А Роман точно сможет сшить. Вот. Александр начинал с менеджера почему-то. Александр Манеджер. Ну, все, все начинали. Ни тоже не приходил там боссом большим, да, все приходили. И как вы их выделяли? Это по каким-то KPI, в личном общении? А их видно. Я же их затаскивал, таких интересных. Мы же в свое время, когда там столкнулись с тем, что нам надо... А Роман случайно забрел по объявлению, как говорится, набрали по объявлению. Вот. А так многие ребята... То есть я-то понимал, что где-то надо вот... Понятно, что там мы набираем людей на оппозиции, которые есть открыты. Но я понимал, что нужно вот еще тех, кого... Кто обучится и начнет спустя какое-то время лидировать. Я помню, что мы тогда с директором, HR-директором тогда договорились, что мы в нашей Ковровской академии на факультете экономики менеджмента пошли, взяли часы и читать лекции. Мы ходили по субботам, читали лекции, входили в приемные комиссии, дипломные работы. И, собственно говоря, читая лекции по субботам, я их там всех и нашел. Потому что перед тобой сидят студенты, кто-то спит, кто-то носу ковыряет, кто-то дурь спрашивает. А кто-то, у которого шило в жопе, и он чего-то хочет в этой жизни сделать. И если есть мотивация, вот оттуда я их всех позабирал, по большому счету. Шило в жопе – это важно? Да, конечно. Ну, это ты хочешь, ты хочешь, ты хочешь расти, ты хочешь двигаться. То есть это желание что-то сделать. Причем не просто желание что-то сделать, а желание и что-то делать для того, чтобы что-то сделать. Потому что очень часто говорят, ты хочешь – да. И что? Ну, хочу. И что? Ну, ничего больше не происходит. А то, что надо двигаться, помимо того, что хочу, а желание трахнуть рынок – это еще не трахнуть рынок. Это разные вещи. Это разные стадии одного и того же. Вы предлагали им долю в компании. Они отказались. Насколько это искренняя история? Мне что-то не верится в это. Абсолютно, абсолютно искренняя история. Ну, я могу сказать так, если бы это предложение было, наверное, когда они были молодыми и неопытными, я думаю, что они согласились бы. Но тогда я им не предлагал. А когда я их оценил, уже с большим достоинством предложил, они уже стали таким менеджером, они сказали, что нет, зачем? Ну, слушай, давай так, Ярослав, как сыну приходится объяснять? Все же банально просто, да. То есть, какой был ответ? Ну, хорошо. Ты же нам контрольную долю не дашь? Ну, нет. Значит, ты нам дашь какую-то дольку. Ну, да, какую-то дольку. Мы же уже все знаем в бизнесе-то, да. То есть, что такое наша долька? Да ничего. Ты ее захочешь размыть, ты ее завтра одним движением пальчиков, да, и она превращается в пыль. Это же элементарно просто делается. Ничего такого нет. То есть, она ничтожна. Она не ликвидна. Согласен, что она не ликвидна? Ну, если ее нельзя продать. Ну, она не ликвидна. Ну, кто купит, там, вот, да, там... Дольку в вашем бизнесе. Да, кто заплатит какие-то серьезные деньги за вот такие-таки вещи, да. И вот тогда спрашивается, а зачем? То есть, это история, которая изменит нашу парадигму отношений, а акционер и наемник, на понятие акционер-акционер-партнер, но при этом, по сути, ничего не поменяет и только внесет какой-то раздрай в нашем понимании, кто есть кто. Вот это был их ответ. Он логичный. Я могу сказать, я бы так логично не ответил, как ответили они. Не парцы. Александр, а пришлось принять какие-нибудь антикризисные меры, будь то сокращение зарплат, уволение сотрудников, я не знаю, остановка модернизации, производство, что-нибудь еще? Ну, мы постарались обойтись, ну, вот совсем без таких непопулярных мер. То есть, мы не трогали заработные платы, мы максимально оставили весь, особенно производственный персонал, который пострадал в первую очередь, когда остановилась часть производственных каналов. Мы отправили людей в отпуска, в простое, в это время усиленно занимались, где можно возобновить, скажем так, штуки, чтобы они опять появились на этих производствах. Да, мы на время заморозили инвестиционный пакет, потому что смотрели, куда нужно, на самом деле, реинвестировать в технологических условиях. Вот, откуда будут потоки оборудования, нужно оно будет для их технологии или нет. И поняв, что, в принципе, мы справляемся с ситуацией, потихоньку начали его, этот инвестиционный пакет распаковывать. Поэтому сказать, что были предприняты какие-то жесткие антикризисные меры, вот именно после 24 февраля, я точно сказать этого не могу. Причем сейчас, на ноябрь месяц, на середину ноября, мы чувствуем нехватку в ресурсах, в ряде производств и логистических направлений. То есть, объем заказов такой, что мы не по всем направлениям справляемся в нужные нам сроки. Ну, в 2020 году, я помню, мы разговаривали, у вас было довольно широко представлено направление европейских стран. Что сейчас с этими бизнесами? Пришлось сжаться, переименоваться? Ну, мы говорим сейчас таким образом, что основной бизнес Осконы сейчас это Россия и страны СНГ. То есть, основной фокус направлен на эти регионы. То есть, вы есть в Армении, в Азербайджане? Мы есть в Казахстане, мы есть в Белоруссии, мы есть в Армении, осваиваем Узбекистан, Азербайджан, то есть, вот эти страны. Насколько я знаю, у вас есть такая западная, можно сказать, практика того, что топ-менеджеры иногда работают там самыми рядовыми сотрудниками. Это так? Да, это действительно так. Да, кстати, интересная история. Вот вы сказали про западную практику. Нам впервые ее привела компания Икея все-таки. Когда мы работали обычными продавцами, консультантами в магазинах Икея, надевали эти желтые майки с надписью Икея. С нами был Владимир Седов и Роман Ершов. Мы разбивались на группы, и кто больше продаст в магазине Икея матрасов, которые мы им поставляли. Это действительно была классная практика. Ты проникся ценностями, ты понимаешь, как работает процесс у твоего B2B-покупателя, у корпорации Икея. И мы стали больше и лучше предлагать новых товаров. И вторая вещь, наверное, мы в этом году и будем повторять. Это в декабре, под Новый год, ближе к Новому году, мы, опять же, командами уезжаем уже на склады в последние мили. Мы берем заказы, садимся вот в эти наши фургончики с надписью Оскона и целый день развозим по клиентам заказы. Собираем диваны, кровати, заносим матрасы. Ну, то есть полный сервисный цикл осуществляем. Потом, конечно, признаемся, кто мы, дарим подарки. Уход Икеи для вас, как для компании, которая тесно с ними, при всем уважении, долго сотрудничала. Это время возможностей. Возможно ли, что в Осконе появятся сборные шкафчики со сложными шведскими названиями или там какими-нибудь своими, и вы займете эту нишу? Смотрите ли вы на это с аппетитом? Ну, мы все-таки идем своим путем. Ну, понятно, да. И копировать Икею, ну, давайте по-честному, задача такая, не очень благодарная, да и не слишком возможная. На это придется зафигачить очень много ресурсов, набрать где-то компетенции, то есть и набраться терпения на, может быть, даже десятки лет, что это случится. Поэтому мы идем своим путем. У нас ассортимент развивается исходя из той парадигмы, которая заложена в Осконе, из тех ценовых категорий, предпочтений наших покупателей по дизайну. Конечно, потеря такого, ну, действительно классного партнера. Ну, да, мы тут немножко погоревали. Именно из-за отношений и того набора компетенций, которые мы, скажем так... Вы у них учились. Мы у них учились, чему-то, я думаю, мы все-таки тоже немного учили, вот, и Икею. И это был такой простроенный, простроенная партнерская бизнес-модель, которую нужно было копировать нам еще и в других каналах, скажем так, в которых мы работаем. Ну, вот прямо под нами находится производство, которое раньше было заточено именно под икеевские магазины. Да. Мы его переделывали практически сразу под маркетплейсы и под B2B-каналы. Там соблюдается определенная партионность запуска и похожие, скажем так, похожие продукты. Неужели удалось полностью компенсировать потерянные с Икеей заказы? Пока нет. Пока нет, да? Пока нет. Я думаю, что сейчас мы идем где-то на уровне компенсации процентов 50, целились в конец года процентов 7-75, приближаемся. Но там тоже оказались определенные подводные камни. Я думаю, в следующем году закончим этот процесс. Не партсы. Вы побывали в Соединенных Штатах Америки, насколько я понимаю, и узнали, что бывают невероятно крутые матрасы. Нет, в матрасы я попал здесь гораздо раньше, в России. Просто в России я зашел в матрас сначала в нижний ценовой сегмент, ну, те, которые были на российском рынке. Потому что в России с советского времени матрас не был отдельным продуктом. Им дырку закрывали в кровати. То есть ты не мог прийти в Советском Союзе, даже в начале 90-х магазина, купить матрас отдельно. Он не продавался отдельно. Он не стоял как отдельный товар, у него не было цены. Всегда стояла кровать с матрасом. Но поскольку он не был отдельным продуктом, да, его не оценивали как отдельный продукт, и у потребителя не было к нему запроса. И если человек плохо спал, он не говорил, что у него плохой матрас, он говорил, что у него плохая кровать. Хотя спал-то он не на кровати, а на матрасе. И поскольку матрас не требовал в оценке потребителя повышения его качества, ну, собственно говоря, вот такое его делали. Мы этот тип матрасов называли судорога. Ну, судорога? Да, ну, потому что на таком матрасе спать достаточно как бы проблематично. Поэтому талантливые советские люди это дело компенсировали очень просто. Они сверху матраса, бросали еще какое-то одеяло, и вот уже на этом можно было как-то спать. Вот, если без одеяла, чисто просто, на этом спать было невозможно. А уже потом, просто спустя какое-то время, мы приехали на выставку в Америке, специализированную выставку матрасы, и посмотрели, нифига себе, это что это там. Матрасы такие бывают. Вот, посмотрели, что это отдельный рынок, что матрас это отдельный продукт, и то, что он стоит в три раза больше, чем кровать. А у нас матрас был 15% от стоимости кровати. Вот, и вот после этого, как бы, мы начали менять стратегию развития этого бизнеса внутри своей компании. Все отели, особенно известные, как бы, сетки, причем не только пятизвездные, но и трехзвездные, начиная, там, от холидеина, там, до фосизона. При бюджетировании создания и строительстве отеля, номер один, внимание, это матрас. Потом интерьер, потом лобби, потом бар и так далее, и так далее. Потому что гость отеля, по какой бы причине он не приехал и остановился в отеле, он приехал по работе в командировку, или он приехал по туризму, или он приехал на шоппинг, он в отеле фактически находится только ночь. Отель понимает, что он вернется к нему как гость повторный раз, если он в его отеле выспится. Поэтому матрас, климат, температура, это номер один. Поэтому, когда мы начали поставлять матрасы и кровати в известные мировые сетки пятизвездные, когда они нам прислали спецификацию, мы говорим, как, то есть не мы вам предлагаем, они говорят, да что вы, нет, извините, мы матрасы очень хорошо сетки. Мы знаем, не хуже, чем вы. Поэтому вот наш стандарт матрасы, который вы должны сделать для нас, прям по слоям, разложенные, какие материалы, все остальное и прочее. Мы когда оценили себестоимость, я думаю, что это, я могу сказать, это премиальный сегмент российского ритейла. Премиальный сегмент. То есть себестоимость продукта в любом отеле 4-5 звезд, известной сетки, это высококлассный продукт. Вы говорили такое, что последние 15 лет человек перестал быть рабом. Да. Почему? Потому что ряд технологических революций, которые произошли за последние десятилетия, сделали человека отвязанным от обязательного рабочего места. Если раньше человек выбирал место жительства из-за работы, исключительно, потому что работа давала ему вообще возможность жить. На сегодняшний день то, что произошло за последние десятилетия, человек выбирает в первую очередь место жительства, а потом в этом месте жительства пытается найти себе работу. Это тренд, он уже идет давно, это не произошло повсеместно. Но мы видим на сегодняшний день это регулярно, в реализации проекта Доброград мы сталкиваемся с этим постоянно. Когда резиденты в особо экономическую зону потенциальные приходят, они не задают первый вопрос, где у вас налоговый льгот, еще что-то, преференция от государства. Первый вопрос, который задают, люди есть, возможности людей сюда привезти есть или нет, люди поедут сюда или не поедут. Жить, а не работать. Потому что если они не приедут сюда жить, то некому будет работать. Это вот прямо кардинальное изменение последних десятилетий. У вас был заграничный опыт жизни в Португалии, в Швейцарии, что вы там делали? Ну я как раз, скажем так, такой ретрит был после того, когда продал часть бизнеса. Я для себя построил такую фантазию, что я его сейчас как бы продам, часть бизнеса, да, и, ну и буду, собственно говоря, выйду на почетную пенсию и буду играть в гольф с утра до вечера, вот, или кататься на лыжах, или гулять с палками, да. Вот, но надолго не хватило. Блин, это вот, видимо, все ок для тела, да, но все прямо не ок для мозга, вот, поэтому меня, в принципе, ну, меня надолго не хватило. И я сейчас даже уже не пытаюсь себя отношения обманывать, я понимаю, что работать, особенно если ты твоя работа головой, ты должна работать всегда, потому что как только голова отключается, ты прямо начинаешь, ну, прям, ты прямо сам, вот, я каждый год смотрел на себя в зеркало, я с каждым днем тупее, 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 тупее. А почему Португалия такой необычный выбор? Многие говорят, да, что Швейцария это идеальная пенсия, а Португалия это холодный океан. Португалия для меня стала удивительной страной, я никогда там, для меня это была случайная, как бы, вообще, находка. Как раз, 2002-й, наверное, год, там, 2003-й, Ингер Кампорт проводил там, пригласил туда крупнейших поставщиков Икеи со всего мира. И это была Португалия, я еще тогда спросил свою помощь, Португалия это где, да, это что, это как там, а там, туда с чем лететь. А это был январь месяц, я говорю, там, шуба, валенки или чего там, да, вот, ну, прогноз посмотрели, что-то как-то. Я определяю, да, в январе, никогда это не забуду, да, еще это было не Лиссабон, а это было юг Португалии, Алгару, 11-12 января, наверное, после нашего Рождества. Я выхожу, я не понимаю, что происходит, то есть я выхожу из самолета, на улице плюс 24 градуса и светит солнце, да. Вот, я до этого знал, что такая температура в январе бывает только на островах, ее не бывает на континентальной Европе. Не бывает во Франции плюс 24 в январе, не бывает в Испании плюс 24 в январе, не бывает в Италии плюс 24 в январе. А юг Алгару плюс 24 в январе, это абсолютная норма. Поэтому, на самом деле, с точки зрения климата, это лучшее место континентальной Европы. Просто об этом мало кто знает. И вот, там, океан холодный, ну, да, я могу сказать, я там достаточно давно уже там, да, поэтому разные периоды знал. Я, там, было несколько лет назад лето, когда океан не был теплее 16 градусов, а два года назад я купался в феврале в океане плюс 24 в феврале. О, ничего себе. Он не имеет отношения к солнцу, там вопрос течения, да, поэтому это вот просто мифы от незнания. Стоит ли предпринимателям переезжать из России, уезжать за опытом из России, вообще какой-то международный опыт получать? Для бизнеса особенно очень важно, если ты, я бы скажу так, если ты не ездишь и не смотришь, ну, тогда ты вряд ли что-то хорошее построишь, да. Вот, для этого, там, уже переезжать, не переезжать, это второй вопрос. То, что, я могу сказать, там, бюджет Москоны на первом десятилетии ее становления, ну, вот, бюджет на путешествия, на поездки, вот на такие, ну, он был просто гигантским. Я могу сказать, это была очень такая большая статья в строках бюджет, которая была видна. И едет не только руководитель, а едет как можно больше людей, там, SEO, SEO-1, SEO-2, SEO-3, потому что все должны увидеть, потому что, как часто бывает, я это вижу, там, руководитель съездил, посмотрел, ему там все понравилось, да, он приехал, начинает, знаешь, здесь своих всех учить. Вот, давайте делать так, потому что, не, конечно, он руководитель, конечно, он авторитет, они понимают, что он говорит. Блин, но они не видели-то глазами, да, вот немножко вот все это понимается. Поэтому нас обычно, над нами смеялись все наши коллеги по цеху СМИРа, когда какая-то выставка, там, не знаю, в Германии, в Америке, и наши коллеги приезжают, там, два-три человека с компанией, там, максимум четыре. И Аскона приезжала все время, 25 человек, и мы эту мыставку шабодарим, там все, там и технологи, и дизайнеры, и конструкторы, и даже те, кто там техники обслуживания оборудования. То есть мы ездили всегда большим коллективом для того, чтобы нам смотреть, а что есть новое, почему смотрели все вместе. Не форцы. Пандемия была для вас даже позитивным, да, таким триггером, потому что многие люди стали внимательнее относиться к тому, что у них происходит дома. А что сейчас? Слушай, ну, в моем понимании, в моем личном опыте, любая турбулентность, она всегда сильно меняет обычную карту, но при этом, если ты ее внимательно разберешь, она, как правило, дает больше возможностей, тех, которые даже дальше и раньше не видно было, да, нежели каких-то проблем, которые там... Да, это всегда разрушение каких-то стандартного модели поведения компании на рынке, но всегда появляются новые сценарии, которые раньше не рассматривались. Ну, что касается там пандемии, конечно, мы не ожидали, что вот такой будет положительный эффект на наш бизнес, когда люди оказались дома и посмотрели на свой дом другими глазами. Не так, что они приходили ночью с выключенным светом, ложились спать, посмотрели телевизор и проснулись и ушли, да, вот, а оказались достаточно долго продолжительностью времени в своем домохозяйстве. И появилось желание, то есть, сразу глаз не замылился, увидел, что вот где-то лучше поменять, это неудобно и так далее, и так далее. То есть, мы в этой части стали в какой-то степени бенефицары. Эта турбулентность так сработала, да, ну, каждая турбулентность, она дает, я уверен, она всегда дает возможности. Вы обмолвились, что планировали открыть магазин Оскона 6000 квадратных метров. Мы его открываем в конце апреля. То есть, ничего не изменилось, соответственно, то есть, это актуально такие огромные магазины делать? Нет, изменилось, будет не 6, будет 10. Для чего такой огромный магазин? Людям важно до сих пор прийти и потрогать, просто у вас такой сервис, что можно домой все заказать? Все-таки большое количество товара, оно традиционно остается в офлайне. А если там брать матрас и постельное белье, да, ну, хорошо, ты посмотришь на картинку матраса. Там написано «жесткий». Вот тот, кто писал «жесткий», что такое «жесткий» для него и что такое «жесткий» для тебя? Как считаешь, это одинаковое понятие? Думаю, нет. Вообще не одинаковое, абсолютно верно. Поэтому, блин, чтобы потом, значит, не, не, а, конечно, можно там взять, полежать, вернуть, да, но это опять, это не ложка, это не ботинки, да, то есть вот так это удовольствие, да, тебе так это притаскивают матрас, утаскивают матрас, да. Вот поэтому, да, ушло, ушло, ушло в онлайн-торговлю, но, 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 но нет, не уходит так, так много, как на других, как на других товарах. Ваша маркетинговая стратегия, она идет от вас в бизнесе, то, что у вас постоянно много разных таких спецпредложений, акций, такая американская история? Нет, это не мое, вот, моя роль в компании это предпринимательство, я по-прежнему предприниматель. Моя роль это новые продукты, новые виды бизнеса, вход в новые отрасли, но в текущих бизнесах, и в том числе в маркетинговых составляющих их, ну, моя роль ничтожна, я не умею делать это так хорошо, как умеет делать это персонал компании. Когда вы поняли, что матрас может быть таким предметом люкса, как Феррари, Диор, Шанель, потому что у вас есть линейка, которая миллионы матрасов стоит. А вот тот визит вот в Америку, как раз вот это, да, для нас это был шоком, когда мы посмотрели, сколько могут стоить матрасы. Тогда появилось желание, что все-таки это сделать самый дорогой матрас на рынке, да, вот, ну, это, это же не вопрос, там, бизнеса, да, это чисто вопрос спорта, с какого беса какая-то компания Hypnos, да, там, продает матрас дороже нас, давай, все-таки, там, самый дорогой матрас на рынке должен быть наш, на мировом, да, это, ну, это чисто спорт. Это баловство отчасти матрас за несколько миллионов рублей, или он действительно может там продлить жизнь? Нет, это бизнес, это не баловство, слушай, ну, часы за несколько миллионов... Роскошь такая. Да, слушай, часы за несколько миллионов долларов, это же что, баловство или это бизнес? Это бизнес. Ну, это такой излишек, роскошь, а вот... Это для кого? Для тебя, потому что не можешь купить себе часы за миллион долларов? Нет, ну, это очевидно, там, что... Ну, это совсем не очевидно, я могу сказать так... Матражом как бы практическую имеет пользу? Ну, часы тоже имеют практическую пользу. Ну, время показывают. Ну, время показывают, да. У вас лично прям вот такой дорогой лакшери матрас, или вы чередуете разные линейки, асфоны там? Ну, у меня никогда не было дорогого лакшери матраса, у меня всегда матрас, кастомизированный мной лично, поскольку я хорошо понимаю именно в том, что такое хороший матрас, поскольку я их много делал сам своими руками и разрабатывал, и изучал, что это такое, поэтому мой матрас я делаю всегда себе сам. Ну, я говорю, что мне надо сделать, что положить, вот, для того, чтобы получить тот эффект, который, я считаю, что он является для меня, там, для моей семьи, является комфортом, да, вот. Это не относится к лакшери, это относится к ощущениям. Для меня важнее ощущения. Вот эти функции, массаж, режим ослабления, вы пользуетесь такие? Да, однозначно, вот то, что функции, массаж нет, а вот то, что касается аджаста пола, это возможность поднять ноги, поднять тело, да, это функции, которые я пользуюсь очень часто, это, на самом деле, очень здорово. Непарцы. Доброград был полем борщевика, когда вы решили здесь что-то построить? Ну, слава богу, борщевика не было, вот, и до сих пор у Владимирской области не так много борщевика. Это, скорее всего, ваша московская история, но не наша Владимирская. У нас, у нас, у нас экология лучше. Ну, что, московская, я из Волгограда, вообще-то. Ну, не знаю. Очень часто приехал, я на московском поезде. Я на московском поезде приехал. Доброград, это не внутренняя иммиграция. Вот у наших писателей, там, Бродского была внутренняя иммиграция в себе, а вы, как бизнесмен, который может что-то построить. Не сделали тут себе внутреннюю иммиграцию в своем городе? Ну, можно сказать и так, на самом деле, потому что для меня было желание вернуться, вот, но я не представлял себе. Достаточно долгое время находясь там, мне многое, что не нравилось, я тебе об этом сказал, да, но мне нравилось то, что меня окружали позитивные люди. При этом уровень знакомств и контактов был и те, кто, ну, вообще живут, себе ни в чем не отказывают, и те, кто от зарплаты до зарплаты еле выживает, да, вот. Но при этом они были позитивные, и они радовались жизни вот сегодня и сейчас. И мне возвращаться вот в эту историю, как это, как русскую издалека, вот так все видно, да, вот, мне не очень хотелось, поэтому вот так мы такую гипотезу построили, что любой населенный пункт на сегодняшний день, он уже исторически сформирован какой-то энергетикой, которая там есть, да, и там вот есть такие люди. И когда там появляются новые люди, рождаются или поезжают люди, они, хочешь не хочешь, они становятся, ну, такими же, да, это естественно, потому что тех уже большинство. То есть есть некая культура и код, и я понимаю, что для того, чтобы изменилась эта атмосфера, именно энергетика атмосферы людей, это надо очень большие усилия, очень много времени, и, ну, я понимал, что в своей жизни я этого не увижу. Вот поэтому была такая гипотеза сделать с нуля, вот, чтобы вокруг тебя были люди, которые, которые радуются жизни каждый день, хотят жить, и это в меньшей степени связано с их, с их доходом, скажем так, скажем так, а просто желание этого. Архитектор Кузьмин, бывший главный архитектор Москвы, он уже не с нами, сделал этот проект, не взяв за него плату. Да, ни копейки не взял. Со стороны довольно безумная идея, люди так реагируют и готовы даже безвозмездно в этом участвовать. Это, получается, что ни у одного у вас есть спрос на это? Я, как будто, опять разговариваю с сыном, вот, я на это рефлексировал абсолютно нормально, потому что мотивация его мне абсолютно понятна, потому что, ну, уже ко второй половине своей жизни, там, или еще дальше, человек старается торопиться успеть что-то сделать такое, к чему он готовился, возможно, там, всю свою жизнь или многое. И в этом случае материальная составляющая, она вообще не имеет никакого значения. Для Александра было, наверное, очень важно попробовать в этом проекте собрать и реализовать все те знания, которые он в урбанистике получал всю жизнь. И это не про деньги вопрос, вообще абсолютно. Я больше, чем уверен, что он в данной ситуации мог бы мне и заплатить, чтобы я ему разрешил это сделать. Попозже поймешь. К вам сюда приезжают разного уровня калибра чиновники, там, от Максима Орешкина до Силуанова, Чернышенко, даже Путин сюда приезжал. Что говорят о таком проекте построить город с нуля? Ну, в таком аспекте никогда этот вопрос не обсуждался. Приезд каждого из них связан сюда с обсуждением какого-то конкретного либо кейса, который является элементом их профессиональной деятельности. То, что мы разговариваем, то, что им это интересно посмотреть, наверное, мы делаем что-то неплохое, вот. И какие-то вещи, которые мы предлагаем реализовывать или реализуем, и в какой-то степени интересуют, они потом говорят, слушай, ну, давай так мы приедем, посмотрим, как это на самом деле выглядит. Да, ну, то есть у нас такой, это, это неофициальные в большей части, да, наверное, всегда неофициальные, вот, скажем так, такие визиты, когда мы так, брейнштурм о том, а если мы вот, там, отношение к образованию будет вот такое, к бюджету города вот такое, структура управления города вот такая, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Нам это очень здорово помогает. Путин здесь был один раз, да, в 2017 году? Да, в 2016. В 2016 году. Вы общались с ним продолжительное время? Ну, мы достаточно нормальное время поговорили. О чем говорили? Ну, он спросил, что это такое, что я делаю, зачем и почему, вот, и после этого задал два десятка вопросов. Я тогда удивился степени памяти, понимания, ну, и, наверное, качества подготовки. Он задал мне порядка 20 там вопросов, там, два-три десятка, не помню сколько, да. Я потом все их, как бы, восстановил, и поскольку я этот проект делаю сам с нуля, и я его знаю, я им живу, если бы я, зная его с нуля, задал бы по нему 20-30 вопросов, я задал бы те, которые задал президент. То есть ни один вопрос не был мимо кассы, все вопросы были не в бровь, а в глаз. Меня, помню, тогда это очень поразило, потому что я, как бы, сам тут только разбираюсь, да, а он задал вопросы, все вопросы были прямо, прямо в самое, в самое то, и я бы себе задал эти же вопросы. У нас обычно делится там история какого-нибудь проекта на до и после, что-то после поменялось, визит президента сюда? Ну, конечно, естественно, именно тогда и появилась возможность нам общаться напрямую с руководителями министерств для обсуждения каких-то там планов по развитию того или того направления в Доброграде. Доброград, это же калька, прототип. Доброград, Москва отличаются на сегодняшний день только своим размером и количеством жителей, а с точки зрения, как бы, наполнения, задачи, цели, это все то же самое. А за сколько эта встреча готовилась, наверное, за полгода или больше? Ну, наверное, чуть больше, наверное. Чуть больше даже? Вы готовились к визит-презенту? Нет, мы не готовились, они готовились, нам-то что готовится. Мы приняли, стол накрыли. А как вам удалось это организовать? Это не... Не ваша инициатива? Нет, это не наша инициатива, для меня это было неожиданностью, это инициатива губернатора, была Слава Юрьевна Сырлова, это была ее инициатива. Вам сложно разговаривать с чиновниками? Это же вообще другого склада ума, нежели бизнесмены. Ярослав, мне было сложно разговаривать с чиновниками, было очень сложно. Я задавал себе вопрос, ну почему так сложно, ну они же точно там не глупые, ну что значит не глупые, они там умнее меня. Потом я просто понял, что мы люди с разных планет, да, я когда разговаривал, садился с ними, я разговаривал с ними как бизнесмен и представлял, что передо мной сидит бизнесмен. И я с ним выстраивал разговор как бизнесмен с бизнесменом, но он не бизнесмен, у него кипят другие, у него задачи другие. И я тогда подумал, окей, а если я тогда сейчас буду разговаривать, мы будем обсуждать вот этот вопрос, не в том аспекте, как я смотрю на этот вопрос как бизнесмен, а попробовать сесть в его кресло, а как он на эту проблему смотрит как чиновник. Он же другую задачу видит там и другое решение вопроса. Я попробовал к каждому вопросу готовиться, да, я смотрю, понятно, со своей стороны, да, потом сажусь с его и начинаю понимать. И потом, когда я с такой подготовкой выходил на разговор, у меня вообще, у меня просто, я абсолютно четко понимал, мы разговаривали на одном языке. Есть чиновники, которые тоже эту работу делают, и они заранее садятся в кресло бизнесмена и разговаривают, ну, тогда вообще шикарно. Я могу сказать, есть у меня опыт большой, несколько чиновников, когда я проделал эту работу, я разговариваю этот вопрос, понимая свой взгляд и его взгляд. Причем заранее готовишься. А он, ты видишь в разговоре, что он тоже готовился, он понимает и свой, и твой. Это вообще, это вот самая продуктивная история. Есть те, которые понимают только свой, и бизнесовые их не интересуют, ну, тоже окей, диалог все равно есть, он все равно продуктивный. В мире есть прецеденты бизнесменов, которые стали политиками, ну, например, тот же Дональд Трамп. Вот как вы смотрите на то, когда страной или каким-то местом менеджерит предприниматель? Вам это симпатично было? Нет, я, ну, моя личная, как бы, история, она, то, что я всегда вижу, это мое личное правило, я считаю, как это, богу-богову кесарю кесарев, да? То есть дело в том, что бизнесмен — это профессия, чиновник — это тоже профессия, это профессия, это тоже профессия, ее тоже учат. И очень многие профессии, они являются антагонистами. Тогда нужны одни рефлексы, а с этими рефлексами в другой профессии они тебя просто убьют, да? У меня было в моем периоде несколько раз предложение перейти в чиновничий статус. Я каждый раз встречал, я говорю, ну, давайте мы не будем этим обсуждать, потому что закончится, все это очень плохо, да? Вам скучно, наверное, будет? Да, ну, даже не в этом дело, там есть работа очень интересная, просто, скажем так, я говорю, меня спрашивают, почему ты не хочешь? Я все это начало так, понимаешь, я говорю, первое, здесь настолько все по-другому, скорость, да, что, и я понимаю, почему скорость меднее, что я результат вот своей работы, скорее всего, не увижу, да, или увижу уже там, ну, как-то уже очень далеко, я не привык тогда, я привык гораздо быстрее видеть результат своей работы. А второе, ну, ну, я же сяду сразу, ну, просто сразу, не потому что я буду воровать, да, просто я пойду самой короткой дорогой, которая мне покажется, как в бизнесе, да, самой правильной, она где-то будет рискованной, надо быть, как в бизнесе, я должен прийти к цели, я к цели приду, поэтому я говорю, давайте, лучше я в чиновники никогда в жизни не пойду, и вообще, я считаю, это неправильно. Я думаю, вас заманивают очень активно. Да нет, было несколько предложений. Я могу сказать, наверное, может бизнесмен уйти в чиновники, но тогда надо, значит, наверное, так это реально бросить бизнес, вот, потом на передержке какое-то время где-то отсидеться, вот, а потом, может быть, потому что, конечно... На перевоспитании? На перевоспитании, да, потому что, конечно, рефлексы бизнесовые какие-то и бизнесовый опыт, он, конечно, там точно был бы в пользу, ну, слушай, для этого не обязательно бизнесмену идти в чиновники, да, для этого очень важно, когда чиновники, и есть такие, много, которые выстраивают свой нетворкинг с бизнесменами, обсуждают вопросы, и, то есть, хорошие чиновники учатся у бизнесменов, хорошие бизнесмены учатся у чиновников, это нормально. Корпорация ВБРФ не интересовалась вашим проектом? Так у вас должна встреча произойти в ближайшее время, уже, там, на верхнем уровне, вот, так, конечно, там, их сотрудники все о нас знают, и Домарев у нас знает, это часть как веба, да, вот, но пока что мы, ну, скажем так, я пока не нашел его даже сейчас встречи, которая готовится, она готовится, скорее, так, все-таки еще раз поговорить, поискать, потому что по логике вроде бы мы об одном и том же, но пока что чем бы мы могли быть мы друг другу полезны, мы пока себе, честно говоря, не очень представляем. Пока что это все сделано на ваши деньги, абсолютно частные, там, инвестиции. Поэтому, не знаю, посмотрим, познакомимся, вот, там, возможно, в этом году еще. Владимир, это актуальный макет, который мы здесь видим? Тут вот написано 2600 гектар, будут жить почти 50 тысяч человек, инвестиций частных практически, даже больше по нынешнему курсу, миллиарды долларов. Ну, цифры, показатели, тэпы техник-экономические, в принципе, не сильно изменились, вот, макет, конечно, не актуален, это, это малая часть первого этапа, который на сегодняшний день уже закончен, и мы, в принципе, приняли решение, что мы макеты больше делать не будем, потому что площадь такая, что либо макет получается длиной, там, 100 на 100 метров, да, либо надо делать настолько мелко, поэтому делаем цифровой на сегодняшний день, для того, чтобы можно было посмотреть весь проект. Вы говорили, что первые, там, достаточно долгие годы, когда завали Оскону, вы придерживались такого принципа, что государство никак в вашем бизнесе не участвует. Здесь, как я понимаю, частное государственное партнерство, зачем это вам? Ну, вот в этом проекте, да, без этого это невозможно, это населенный пункт, это город, он стал муниципальным образованием в этом году, и здесь должны быть реализованы со стороны государства те сервисы, которые государство обязано обеспечить в плане бесплатного образования, бесплатной медицины, безопасность, пожаротушение и так далее, и так далее. Без государства такие проекты, это будет частный коттеджный поселок, как бы, да, где живут люди с каким-то достаточно толстым кошельком, могут позволить себе все сервисы только за деньги. Доброград не про это, поэтому без государства такие проекты сделать в принципе невозможно. То есть у вас здесь будет отделение полиции? Да, да, обязательно, значит, учат, ну, как минимум участковый для начала, да, сейчас поликлиника будет через год открываться, ну, то есть весь набор сервисов, которые есть в любом городе. Можно сказать, сколько государственных денег приходится на деньги, вложенные вами? Ну, государственных денег здесь, можно сказать, практически пока нет. Вот, первые 8 лет мы развивали проект исключительно на свои собственные средства, и вот только в 22-м году регион вошел в программу, не мы, а регион вошел в программу инфраструктурных бюджетных кредитов, и регион на сегодняшний день здесь инвестирует деньги в этот проект, в базовую инфраструктуру, опять-таки то, о чем мы с тобой говорили социально, то есть муниципальные школы, ее строит государство, муниципальный детский сад, строит государство, и каркас основных магистральных дорог, каркас только дорог, который соединяет микрорайон с микрорайоном. Вы уже потратили здесь 16 миллиардов рублей? Около этой суммы, да. Не жалели ни разу? Нет. Ну, как можно заниматься бизнесом? Ты как себе это представляешь, да, я делаю бизнес, да, и жалею, что я его делаю. Ну, долгая такая история, много сложностей. Слушай, ну, это же вопрос подходит. Просто у нас, к сожалению, ну, как к сожалению, в России... Едя вы ехать куда-нибудь, на яхте кататься. В России частный бизнес имеет очень малую историю, да, всего лишь на все, там, 30 лет с небольшим, да. Поэтому, наверное, это естественно, когда бизнес, когда стартует, он хочет быстрее получить свои результаты, поэтому в России сложилась традиция, скажем, такая неписанная инвестиционная, это, там, окупаемость, окей, там, 3 года – это просто отлично, 5 лет – хорошо, 7 – это просто, ну, как бы все. А дальше уже не на миллиметр, да. Хотя, на самом деле, если брать культуру инвестиций, там, более развитых странах с точки зрения культуры частной экономики, частных инвестиций, то инвестиции с окупаемостью в 15, 20, 30 лет – это считается абсолютно нормальным. Я помню, когда мы начинали работать с компанией IKEA, я посмотрел горизонт их планирования, их финансирования, там, 20-25-летний горизонт планирования. Ну, здесь такой же, примерно, я вот видел документы, что это до 2039 года. Да, 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 абсолютно. То есть у нас во многих корпорациях государственных план до 2024 года почему-то, а у вас, значит, до 39-го. Это не очень ли амбициозно? Если брать наш корневой бизнес, да, товары для сна, то у нас там тоже все достаточно короче, потому что рынки товаров, они изменяются гораздо быстрее. Мы не можем планировать очень далеко, потому что мы не знаем, как будет развиваться рынок, как будет развиваться продукт и потенциал его развития, потому что технологии сильно совершенствуются. С точки зрения реализации такого проекта, он гораздо более консервативен, да, человек всегда хочет достаточно небольшой набор, если так брать по количеству, небольшой набор элементов, которые делают его жизнь и ощущение жизни качественной, да, поэтому они абсолютно понятны и абсолютно спокойно можно проектировать гораздо дальше. Владимир, у вас здесь особая экономическая зона. Как это так случилось и что это дает? Ну, изначально, когда Александр Кузьмин делал мастер-план, ген-план города, вот, когда мы разобрались с жилыми зонами, с общественными зонами, он говорит, ну, теперь мы должны с тобой сделать здесь индустриальную зону. Я говорю, слушай, ну, блин, ну я точно заводы как бы, ну, я не видел здесь заводы и не ради этого строили, не для трубы какой-то. Ну, понимаешь, город, говорит, точно переживет вас, основателей, на столетия, и если мы сейчас неопределим им место, где они могут появляться, в конечном итоге они появятся где-нибудь в центре города. Поэтому мы дополнительно приобрели еще большой участок земли, и по ген-плану назначение этой земли, это индустриальная зона, ну, там две зоны, индустриальная и промышленно-сельскохозяйственная, производство продуктов питания. И несколько лет, ну, как бы стояла и стояла, она есть все, вот, потом появился запрос ряда жителей, которые хотели бы проинвестировать в создание производства чего-либо. Мы говорим, ну, давайте тогда, вот тогда здесь и будем делать. Ну, посмотрели, а что есть у государства, какие есть программы для того, чтобы получить какие-то преференции на старте промышленного бизнеса, вот, и выбрали тогда для себя форму особой экономической зоны, больше ориентированные, конечно, под экспорт производства товаров, и в течение, наверное, двух лет прошли эту процедуру. Поэтому сегодняшний день индустриальная зона Доброграда имеет статус особой экономической зоны с теми требованиями и с теми преференциями, которые государство законодательно установило для такого режима. То есть тут налоги меньше, и это, как бы, инвестиционно привлекательное место для, как я понимаю, легкой промышленности, да? Для любой абсолютно, для любой абсолютно промышленности, вот, просто формат особо экономической зоны, он, конечно, более интересен для экспорта, потому что помимо льготированного налога на прибыль, льготного периода налога на прибыль, есть еще серьезные послабления для таможенных пошлин. Ну, я так подозреваю, здесь может быть какой-то такой только эко-бизнес, да? Или любой? Ну, скажем так, мы точно не рассматриваем проекты, которые могут ухудшить окружающую среду, и мы уже отказывали в ряде реализации таких проектов, да, но главный критерий для нас является, на самом деле, это количество созданных рабочих мест, и потому что городу нужны рабочие места, и самое главное, это чтобы эти рабочие места были, ну, оплачиваемы гораздо больше, чем там среднерегиональные, а может быть и среднероссийские показатели, потому что Доброград это муниципальное образование, бюджет муниципального образования формируется в основном из НДФЛ, поэтому чем больше сотрудники получают заработную плату в своем рабочем месте, тем больше наполняется муниципальный бюджет Доброграда. Ну, хорошо, Владимир, вот в каждом российском городе обязательно есть какой-нибудь уродский ТЦ, а здесь у вас он может появиться, если какой-нибудь инвестор со своим проектом придет, или вы ему скажете, это неэстетично, ни в коем случае? Ну, это, здесь, здесь это точно невозможно, вот, ну, 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 просто невозможно, потому что вопрос архитектуры, как бы, ну, это, ну, это у нас на контроле, очень-очень жестко, вот, мы вообще, как бы, есть внутренние, как правило, такой кодекс, да, что, если, значит, не жилой дом, а какое-то, как бы, любое общественное, как бы, здание, да, с общественного значения, то он должен быть по архитектуре point of view, да, то есть объект, который привлекает внимание с точки зрения архитектуры, и около которого хочется обязательно сфотографироваться. Ну, как я понимаю, здесь у вас нет такого, что там какой-то конструктор из определенных видов домов, то есть есть какая-то палитра цветов или материалов, или как? Это невозможно, дело в том, что вот сложность с точки зрения архитектуры реализации такого проекта, ну, кто где сделается из-за одних материалов и одним подходом, да, то все будет монотонно и одинаково, да, и как бы ты ни прячь, это все равно будет видно, что это конструктор сделан. Да, абсолютно верно, поэтому у нас есть правило, чего делать нельзя, вот, а все, что, значит, все остальное можно, да, поэтому, грубо говоря, там цвет, там, крыш там регулируется, да, там еще какие-то вещи, там, высотности, как бы, набор материалов очень большой, который можно использовать, есть набор материалов, которые использовать нельзя, но он очень маленький. Как во многих европейских странах, в принципе, там цвет черепицы и прочее. Да, абсолютно, поэтому архитектора, в принципе, достаточно большая поляна для творчества. Вот на нынешний момент, как вам кажется, может быть такое, что вы потратите больше, чем заработаете? Ну, нет, это невозможно. Возможно? В принципе, да, потому что даже сейчас, вот в процессе, то есть у нас вот в 21-м году, первый раз произошло, когда проект начал развиваться на собственный денежный поток. Начиная с 21-го года мы перестали доинвестировать из-за скона, да, ну, из-за скона, из моего личного, как бы, бюджета, вот, и на сегодняшний день этот проект развивается уже на прибыль, которую генерирует сам проект. То есть это уже положительный, как бы, знак, достаточно быстро, я считаю, это произошло. Самоокупаемость, получается? Да, уже может развиваться на собственные деньги. Фрик, пришло построено. Не форсы. Ну, вот, ваш медицинский центр, вы тоже привлекали гиганта, Филлипс. Здесь для чего это нужно было? Скажем так, когда речь зашла об медицине, я понимал и на сегодняшний день понимаю, что частная медицина, она в России, ну, скажем так, не имеет на сегодняшний день там ни доли, ни веса, да. Частная медицина, понимание медицины, да, она в России, это единичные, как бы, места. Поэтому у них-то поучиться особо было нечему. А перекладывать опыт проектирования медицинских технологий с государственных больниц, он мне казался на то время, как бы, не очень перспективным. Мы просто попросили, помогите нам сделать версию современной европейской клиники с точки зрения оказания медицинской помощи и применения правильной медицинской логистики. Мы всегда, прежде чем какой-то бизнес начать, мы изучаем мировой опыт. То есть мы смотрим обязательно всегда и российский, потому что он иногда оказывается очень интересным и очень релевантным. Но мы смотрим именно лидеров и потом либо принимаем конкретно чей топ, его копипастим, либо делаем какой-то микс, либо иногда идем просто своим путем, потому что понимаем, что те, кто есть на сегодняшний день так называемые лидеры в этой отрасли в мире, ну, прям вот нам не кажутся лидерами, и мы начинаем что-то придумать сами. С какого уровня клиническим центром государственным вы можете сравнить этот? Ну, наверное, со многими федеральными центрами, которые у нас есть в России, то есть условно уровень экспертизы онкологии у нас, ну, наверное, не хуже, чем в Герцена. У нас практически полный цикл за исключением лучевой терапии. Понятно, лучевки пока нет, ну, она же когда-то будет. То есть это Москва, это Санкт-Петербург, это не региональная? Это не региональная история, абсолютно верно. У нас потоки пациентов с соседних регионов, ну, и приезжают, то есть география пациентов, начиная от Крыма и заканчивая условно Дальним Востоком. А врачи у вас откуда? Откуда кадры? Вот, опять-таки, врачи кадры мы подбирали практически со всей страны, то есть у меня есть ребята, которые приехали к нам с Дальнего Востока, есть те, кто работают с Крыма. Ну, основа это, конечно, Москва, Питер, Нижний Новгород, Республика Чувашия, то есть, ну, вот такой отбор и селекция. Ну, такой общий вопрос, чем частная медицина у нас в стране отличается от государственной? Вот вы поработали и там, и там? Ну, вы знаете, в частной медицине, наверное, больший приоритет, что называется, пациентцентричности, то есть мы понимаем, что мы работаем с пациентом, а не с каким-то условным потоком, который идет в государственном здравоохранении. И что нужно изменить в государственном здравоохранении, чтобы оно приблизилось к частным? Чтобы была конкуренция. То есть монополия... Монополия всегда плохо. Неворцы. Отличником вообще нужно быть, если у тебя есть какие-то предпринимательские задатки, как вам кажется? Это вот про предпринимательство быть суперправильным отличником? Ну, это вот разные еще раз вещи, да, то есть если хочешь быть бизнесменом, то можешь становиться отличником, да, если хочешь стать предпринимателем, то из отличника предприниматель не вырастает, потому что отличник – это перфекционистский модель поведения, да. Вот, предприниматель – это человек-бардак, да, в какой-то степени, да, потому что он должен там творить, да, вот, и это творчество и перфекционизм – эти вещи, которые, ну, несовместимы. Поэтому там СИО, там, какой-то компания очень хорошо вырастает из человека, который хорошо учился, имеет золотую медаль в школе, имеет там красный диплом в Бауманке, МФТИ, вот, а предприниматели, как правило, как правило, с улицы. Умели договариваться с учителями, списывать, что еще надо уметь предпринимателю? Договориться так, чтобы все работали на тебя. Ага, да, 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 я понял. В последнее время, когда речь идет о школе, мы слышим образование, 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 знание, 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 ЕГЭ, ОГЭ и так далее, и так далее. Когда мы учились в педагогическом вузе, потом работали в школе, у нас на первом месте стояло воспитание ребенка, и образование подразумевалось само собой. Потому что этот период жизни детей, он самый сложный, дети в этом периоде входят в период отрицалого, когда родители теряют авторитет, как бы они ни старались, они его теряют, и кто-то должен этот авторитет в этом периоде перехватить. Учитывая сегодняшнее время, в отличие от тех старых советских периодов, информационные потоки, которые есть, они настолько большой лавиной сваливаются на детей, что борьба за авторитет перед ребенком, это уже практически война. Поэтому у этой школы самое главное – это процессы воспитания, образование подразумевается само собой. А где вы искали эту команду, как вы ее собирали? Это же очень сложно найти хороших преподавателей. Да, это сложная команда, потому что, к сожалению, в последнее время больше все про образование, про результаты, олимпиады, УГЭ, ЕГЭ, как бы, да, мы слышим только это, да, а вот то, что там стоят маленькие люди, которым нужно помочь определиться в жизни, встать, определить вес ценностей, что такое хорошо, что такое плохо, вот, ну, к сожалению, таких мало. Как в любой профессии, да, есть, можно выучиться, а есть призвание. Вот, выучиться можно учителем стать, да, а вот педагог – это не учитель, да, педагог – это тот, который учитель само собой, но он при этом еще и воспитатель, да. Так вот, педагог – это призвание. Поэтому, на самом деле, товары штучные, к сожалению, в стране их немного, поэтому у нас этот процесс, ну, я могу сказать, даже на сегодняшний день ничего не закончился. То есть была первая волна, которую мы набирали со всей страны, прошел первый год работы школы, понятно, по каким причинам кто-то посмотрел на нас, мы не подходим, мы на кого-то посмотрели, нам не подходит. То есть произошла небольшая ротация, ну, по классике, обычно коллектив остается в течение трех лет, поэтому я думаю, что вот к концу этого года коллектив уже будет полностью устоявшись, который сможет уже выполнять задачи, те, которые перед ним стоят. Владимир, а можно сказать, что руководить многомиллиардной компанией сложнее, чем быть учителем класса из 30 детей? Я бы сказал, так это менее интереснее. Быть бизнесменом? Да. Почему? Ты общаешься со взрослыми, и взрослые всегда или в большинстве своих случаев используют маски. И твоя работа всю жизнь – это не снимать с них маски, этого не надо делать, но управляя коллективом, ты должен понимать, человек в маске или не в маске, вот, это не так интересно, на самом деле, дети, это чистый сырой материал, вот он тот, который он есть, он прямой, где-то наивный, где-то агрессивный, по мне это гораздо интереснее. Честный, да? Ну, он тот, который он есть. Задача была сделать красиво, но не вызывающе дорого, поэтому это стилистика, скажем так, скандинавская, да, когда он накатный, когда дешевые материалы, но правильно подобранные цветовые сочетания дают ощущение уюта и красоты. Ваш ребенок сейчас здесь учится? Я смотрел в интервью, там, Гительману, вы рассказывали, что учился в Великобритании, но по плану было сюда приехать. Ну, к сожалению, нет, потому что пока мы достроили школу, мой ребенок закончил школьный период. Я все время, я все время опаздываю, сейчас очень надеюсь, что еще успею в садик отвезти внучку. Мы все время строим чуть позже, чем я планировал. Переняли что-нибудь из английского образования сюда? Вот такого, которое элитным считается. Да, я могу сказать, ну, элитность – это сервис, да, вот, образование британское, оно достаточно, как бы, стандартное, оно не меняется с годами. Да, я могу сказать, я очень доволен тем, что у меня ребенок там какое-то время поучился, потому что я, как педагог, не просто его встречал, провожал, да, я там лес разговаривал с учителями, с педагогами, с директором школы для того, чтобы оценить плюсы и минусы британской системы образования. Я могу сказать, она мне, честно говоря, очень нравится, я считаю, что она справедлива, она позволяет детям в британской системе быть более конкурентно способными. В своем будущем развитии, да, то есть, когда после 16, после 15 лет количество предметов уменьшается, и по оставшим с предметом сильно увеличивается количество часов. То есть педагогический коллектив должен до 15 лет ребенку показать всю палитру, дать ему возможность все попробовать, но потом вместе с ним попробовать определиться, что является вот уже явно твоим, как бы, скорее всего, будущим треком, да, и уже в школе, а не в институте набирать гораздо более глубинные знания именно там по этим предметам, да. Может быть, слишком ярко это выражено, потому что, да, у меня там сын заканчивал, там, последний класс в школе, точнее, у него было обязательно предметы 4, всего 4 предмета, да. Ну, глубина по 4 предметам, да, ты возьми, там, твои, там, эти 30 учебных часов, да, на 4 предмета, это прямо такая глубина-глубина. То есть, по крайней мере, там, в последнем классе школы математика, это была второй-третий курс МФТИ, математика в школе, да. Есть такое, что английское образование, оно уравнивает. Вот в русских школах я помню такое, что вот там, допустим, Маша может не носить форму, потому что ее папа купил там жалюзи в актовый зал. Там есть школы мажорные, да, ну, вот это школа для мажоров, и там все такие, да, но в большинстве британские школы, они достаточно консервативные, достаточно строгие, и независимо от того, какого ты там происхождения и рода, гордись своими знаниями, а не своим происхождением, да, как говорят часто британцы. Вот, здесь, в нашей школе, он тоже как бы не имеет абсолютно никакого значения, откуда ты, кто ты. Вообще, изначально был же очень большой диалог у нас с руководством педколлектива, с нашими руководителями проекта Доброград о том, какую строить школу, да, можно было там пойти по пути там наиболее модным в последнее время построить селективную школу, да, вот, они нужны и в стране селективной школы, и у нас есть селективная школа. Это для особо, для очень развитых детей, да, как летово? Да, как летово, да, то есть ты набирай умных, выпуская умных. Поскольку школа является частью города Доброграда проекта, но мы должны понимать, что здесь есть дети все разные, есть дети более талантливые, есть дети менее талантливые, более одаренные, менее одаренные. И задача изначально поставили такую, что мы берем всех абсолютно, да. И вот на самом деле, если честно, это является наиболее сложным педагогическим опытом на неотфильтрованном наборе заниматься развитием и воспитанием детей, которые в разном уровне своего таланта, одаренности, мотивации. Очень легко работать с одинаковым сегментом детей, которые, вот они мотивированы, они все математики, да, вообще мечта просто-напросто, это мечта, там, педагог, потому что можно практически ничего не делать. А тут, когда у тебя один такой, другой такой, да, один там реактивный, гиперреактивный, другой там флегматичный, да, вот, один хочет учиться, другой категорически не хочет учиться. Плюс еще и семьи также дома, там, да, там есть родители, которые сопровождают ребенка и там следят за ним, мотивируют его, а есть всякие, которые, как бы, да, ему и ладно, сам себе что-нибудь вырастет. Это сложный педагогический опыт, и у нас, у нас, поскольку школа построена для жителей города, вот, она школа без отбора, и поэтому мы работаем с разными детьми, и поэтому относимся к ним абсолютно одинаково, независимо из того, откуда они и кто они. У вас тут нету школьной формы, это почему? Часто вот в таких школах очень какая-нибудь такая школьная форма, какой-то логотипчик, а у вас здесь очень все свободно выглядят, это намеренное решение? Для меня даже бизнесовая форма, да, в плане, там, костюма и галстука, она является дисциплинатором, да, то есть ты решаешь вопрос дисциплины. Почему военные в форме, да, не потому что она удобная, да, потому что одеты одинаково, это элемент дисциплины, человек автоматически дисциплинируется, да. Если мы говорим в школе, что мы не хотим выращивать детей жесткой палкой контролем, а педагоги смогут достучаться до детей и смотивировать их на введение своего правильного жизненного трека, это гораздо более сложнее, чем выращивать людей в форме, да, то это, конечно, дает гораздо больший эффект воспитания детей. Если дети сами скажут, мы хотим ходить в форме, окей, давайте рисуйте форму, будем делать форму, да, но мы предпочитаем, чтобы дети были в той естественной одежде, которая позволяет им быть тем, кто они есть. Вы знаете, даже потому, как ребенок одевается, глядя на него, ты можешь понимать, а что у него внутри, да. Я заметил, что у вас очень интересно называются классы, то есть это не кабинет там биологии, это институт наук о земле. Почему так? Я сегодня только обратил внимание, что, наконец-то, слава богу, эти вывески появились, да, потому что целый год не было ничего, и все ли какие-то бумажки приклеены, на которые было там что-то написано, номера какие-то. Я постоянно спрашивал администрацию школы, ну, в конце концов, что такое, они говорят, Владимир Михайлович, не давите на нас, это решение детей, мы детям дали задание, они должны выбрать название кабинетов. И это результат выбора детей. Вот целый год, как бы, да, проводились там обсуждения, выдвигались версии, потом на общем собрании детей в школе было выбрано вот так название кабинета. То есть так дети видят, так им нравятся, так нет. Такая детская демократия? Ну, демократия – это хорошая вещь, она должна быть управляема просто, все. То есть вот учитель, он все-таки больше такой диктатор или он такой демократический парламентарий? Учитель-дирижер. А, дирижер. Что касается поиска себя, одна из основных целей, которые ставим здесь перед педагогами, почему существует помимо педагогов еще и институт тютеров, которые позволяют ребенку определиться, потому что в той палитре того, что есть сейчас, и палитра будущих возможных развитий его событий, к сожалению, страшная история, то, что сейчас происходит у нас в стране, это уже очень достаточно давно. Я, как управлял, когда операционный осконный, собеседующий с человеком, значит, у него диплом первый, диплом второй, диплом третий. Ты что, дурак, что ли? Ты зачем три вуза заканчивал? Вот это что? То есть ты не понял, да? То есть ты в первый пошел что-то случайно, да? А второй потом передумал, а третий потом исправлял, да? Я помню в свое время, ну, процентов 85-90 поступали в вуз и потом работали по специальности. На сегодняшний день дети в школу, в вуз выбирают по принципу, ну, какому угодно, только непонимании своей будущей профессии. Поэтому задача педагогов здесь, в школе, начиная вот буквально там со средней школы, это пытаться ребенка определиться не с тем, как дальше учиться, а с кем дальше работать, для того, чтобы потом профессия следующей пози-школы, образование следующей пози-школы было то, что приведет его наиболее коротким путем к его желаемой цели. Неворцы. Вы до сих пор гоняете на мотоцикле? Да, да, много очень. Я много лет, ну, я родился в Коврове. В Коврове люди ходить, ездить на велосипеде, учатся после того, когда научатся ездить на мотоцикле. Это город, в котором производилось больше 50% рынка мотоциклов Советского Союза. Поэтому я помню, что у меня, у мальчика, велосипед появился позже, чем у меня появился мотоцикл. Поэтому это моя любовь. Потом я много-много лет не ездил, где-то лет в 30 я перестал кататься на мотоцикле, и вот где-то в 50 опять спустя 20-летнего перерыва сел на мотоцикл и сейчас постоянно ездил. Опасная же очень штука. Хрустики часто их называют в Москве мотоциклистов. Ну, слушай, это же вопрос выбора. Ты думаешь о том, чтобы не убиться, или ты хочешь получать удовольствие в жизни? У вас есть какие-то там правила, когда вы едете на мотоцикле особенные? Ну, что это там опаснее, чем на машине в любом случае? Слушай, ну, есть правила. Или вы прямо в пол топите? Нет, я никогда не гоняю. У меня никогда не было мотоцикла, который бы гонял. Да, это другие мотоциклы, другой класс мотоциклов. У меня есть Ява, не знаю, знаешь ли ты, что это за мотоцикл. У меня есть Харлей, и у меня есть кроссовый мотоцикл для пересеченной местности. Вот, собственно говоря, эти три вида мотоцикла, но они все не относятся к скорости. Да, вот, больше травматизм, конечно, самый опасный, наверное, скорее всего, кроссовый мотоцикл. Потому что там пеньки, сосны, деревья, да, и там, несмотря на то, что скорость небольшая, но вопрос столкновения наиболее вероятен. Поэтому там как раз и защиты гораздо больше, прямо защиты, защиты. Падали с байка? Да, конечно. Неоднократно. И что, такого триггера нету, что больше не хотели сесть? 20-летний перерыв, наверное, с этим связан? Ну, вот, самое, нет, просто тогда просто перестал, ну, не было времени. Ну, вот, два года назад завалился опять конкретно, ну, месяца два-три двигаться нормально не мог. Вот, как только вот начал шевелиться, сразу же опять сел в мотоцикл и поехал. Самолет пилотируете сейчас? Самолет реже, вертолет чаще. Ну, как часто вы сами пилотируете? Ну, не могу сказать, что часто, я думаю, что два-три раза в месяц, не больше. Гольф-поле – это ваша личная такая игрушка здесь или это востребовано? Все-таки мы в северных широтах живем, его как бизнес там круглогодичный не сделать здесь? Гольф на самом деле, как бы, достаточно давно уже живет в северных территориях. Это, наверное, один из основных видов спорта Швеции, Норвегии, Канады, не только хоккей, но и гольф. Ну, а помимо того, это четыре, по-моему, года назад он стал, или пять лет назад он стал олимпийским видом спорта. Это молодой спорт, он в России только зарождается. Ну, он очень интересный, он, наверное, единственный вид спорта, который доступен детям и глубоко пожилым людям. Человек может одним видом спорта заниматься до бесконечности. Поэтому мы посчитали наличие его здесь, это важным преимуществом. Потому что на сегодняшний день поля в России сконцентрированы в основном Московскую область, Санкт-Петербург, Казань, ну и на Екатеринбург, и в принципе все. Ростов еще есть, я знаю. В Ростове неполное поле, начинающее. Мы, в принципе, замахнулись на поле гораздо более серьезное. На сегодняшний день то, что построено нами, гольфисты профессиональные оценивают как прямо очень сложное, очень узор. Дорогая это игрушка гольфа? Гольф с точки зрения содержания, да, содержание поля обходится где-то около, наверное, полмиллиона долларов в год. Для того, чтобы оно было того статуса, который оно должно быть в плане его эксплуатационных свойств. Ну, да, 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 достаточно дорогой весь спорт. Не форсы. Владимир, чем вы сюда заманиваете Большой театр, известных российских фигуристов? Это лично ваш нетворкинг? Сколько это стоит? Как это происходит? Потому что, мне кажется, не так легко трупу Большого театра куда-то с театральной площади привезти. Что касается Большого театра, это отдельная история. Это не я их заманил, а они, скорее всего, заманили. Владимир Георгиевич Урин, генеральный директор Большого театра, случайно оказался в Доброграде проездном. Вот, он нашел меня и говорит, слушай. Ну, прям случайно? Абсолютно случайно. Но он был в Суздале, отдыхал, и потом из Суздале его губернатор пригласил показать Доброград. И он с семьей остановился здесь на ночь, все это вечером погулял. И наутро нашел меня, говорит, слушай, у меня есть идеи. У нас наши конкуренты, основные митрополитные городки Медлоскала имеют open air, в которых проводятся фестивали, потому что там спектакли, концерты проводятся обычно в стенах. Когда там фестивали многодневные, да, они проводятся обычно на open air. И в России, конечно, много красивых мест, где можно было бы красиво на природе там что-то сделать, да. Но проблема в том, что там труппы Большого театра и его одноклассников, скажем так, каких-то там международных театров, да, это дорогостоящие артисты, дорогостоящие инструменты, дорогостоящие там все сервисы окружающие. Им необходима, помимо природы, необходим еще класс проживания, там, доступности и так далее. И здесь оказалось так, что вот-вот она природа, как бы, и вот тебе в двух шагах, как бы, сервис пятизвездного отеля, который позволяет достаточно комфортно чувствовать себя мировым звездом. Я говорю, просто, да ладно, ты что, серьезно? Он говорит, да, давай мы это будем делать, мы это сделаем. Вот, и мы с его сотрудниками делали и сцену, и освещение здесь всей этой территории, которая, там, так называемая нашей театральной территорией. И каждый год Большой театр здесь у нас, это важное событие. Следующий год, если не ошибаюсь, по-моему, будет, по-моему, 1-2 июля. Ну, не каждый житель нашей страны был в Большом театре. Я думаю, что это небольшой процент, да, и есть возможность не ехать в Москву, не тратить, там, деньги на проживание в Москве, там, транспорт на Москву, посмотреть ближайшим регионам выступления его великих коллективов, конечно, я считаю, что это, я считаю, что это счастье. А здесь дешевле, получается, посмотреть, чем, условно, в Самый Большой поехать по билетам? Ну, у тебя, начнем с того, что у тебя нет экспенсисов, которые тебя доставляют туда и, там, оставляют тебя ночевать, да, ну, и плюс, конечно, иметь достаточно большой зал, количество мест посадочное гораздо больше, чем в стационарном Большом театре, поэтому стоимость его выступления размазывается на количестве посадочных мест, и поэтому, конечно, билет более доступен, я бы сказал так, намного более доступен, чем в оригинальном здании. Это сколько, вот, не помните? Ну, порядка, там, от полутора до двух с половиной тысяч рублей. То есть, это не те космические цены на щелкунчик перед Новым годом? Ну, я просто скажу, что я катаюсь для вас! С фигурным катанием здесь какая у вас история? Ну, у нас так получилось, что у нас одним из жителей является Ирина Слуцкая, и она, там, много лет назад ко мне подошла и говорит, слушай, давай мы будем делать на, там, фигурное катание красивое на открытом льду. Я говорю, слушай, ну, это, блин, это же невозможно, это же холодно, это же ветер. Она говорит, ну, что-то, у нас есть большой опыт. Ну, в принципе, она меня на эту историю сподвигла. Вот, я говорю, ну, хорошо, давай, пробуй, делай. Вот, Ирина организовала несколько, там, несколько лет она делала прекрасные спектакли. И я могу сказать, ну, вот, если сравнивать всю нашу линейку театральных активностей, культурных, да, вот, фигурное катание является самым большим драйвером, потому что мы билеты продаем только онлайн, и мы поэтому видим, откуда люди покупают билеты, да. Вот, а фигурное катание, билеты от Екатеринбурга до Санкт-Петербурга, да. То есть люди едут посмотреть красивое шоу на льду, вот, в России практически единственное. В этом году мы первый раз, как бы, делаем, делает это Нирина Слудская, то есть мы меняем картинку, вот, в этом году мы пригласили шоу «Щелкунчик Авербуха». Вот, и в феврале месяц нам всегда везет с погодой, но февраль самый такой, казалось бы, ледяной месяц, да. Ну, да, суровый. Суровый, ну, вот, в принципе, два представления будет в этом году, в феврале. А вот мы говорили про западные школы, там очень большой делается акцент всегда на спорт. У вас здесь он тоже есть? Ну, да, естественно, потому что, ну, во-первых, спорт, ну, двигаться надо, да. Во-вторых, спорт – это лучшая история для выброса избыточной энергии, потому что дети растут, у них энергии много. Для того, чтобы у них начинала работать голова, им надо, чтобы сначала поработали мышцы. Очень часто есть, там, гиперактивные дети, которых просто, там, преподаватель выгоняет даже в процессе урока в коридоры, иди пробегись и опять сядь, да, потому что у него не включается голова, не включается внимание, до тех пор, пока он не сожжет энергию, которая у него избыточная есть, присутствует. Поэтому спорт в этом отношении нужен. Второе – это идеальный тимбилдинг, потому что спорт, ну, например, там, у нас, там, ну, два десятка спортов, которые школа использует, и они в большей степени командные, да. Два десятка у вас тут секций. Разных, да, вот, и в большей степени есть индивидуальные вещи, да, ну, очень много командных видов, да, потому что, ну, это классное воспитание, сколачивание, да, когда ребенок должен не только делать то, что он умеет делать, но и понимать, что вокруг него есть друзья, коллеги, которые должны стремяться к тому же результату, что и он. Ну, это воспитательный тоже процесс, это часть воспитательного процесса. То есть физкультуру нельзя, там, отменять из школьной программы? Нет, ни в коем случае. У нас она дополнительно, у нас, понятно, она идет по, там, часам, которые есть в академике до обеда. После обеда, поскольку это школа полного пребывания дня, то есть дети приходят сюда утром, приходят отсюда поздно вечером, во второй половине дня у них, они занимаются академическими часами дополнительно, как раз вот здесь вот происходит то, что мы не можем сделать в рамках стандартной академической программы, когда ребенок стремится к математике, и вот, а ему на уроке было скучно, потому что он все понял, да, и тогда после обеда ему дают дополнительные задания, уходят вперед. Но есть дети, те, которые были на академическом часе математики, ну, как бы не очень поняли, да, поэтому педагог еще раз заходит для того, чтобы объяснить еще раз. То есть, получается, так, микс между домашним заданием и репетиторством, но то, которое происходит в школе официально, и эта головная боль не приносится домой к родителям, да, потому что кошмар родителей, это домашнее задание. Я вообще считаю, что это очень такая плохая штука, к сожалению, как бы. Не ободерживаю. Да, вот, ее невозможно решить, наверное, вот, но, вот, понимаете, на самом деле даже не вот, вот это же не проблема домашнего задания, понимаете, то есть, ребенок приходит, ему поручено делать домашнее задание, вот, каждый родитель, ну, в меру своей педагогической воспитанности, значит, пытается ребенка, как бы, замотивировать, склонить или заставить сесть и делать уроки. Каждый нормальный ребенок, естественно, этого делать не хочет, да, и вот, получается, на ровном месте, абсолютно на ровном месте происходит конфликт между ребенком и родителями. Он ничего плохого не сделал, он не совершил плохого проступка, он не разбил, не украл, а между родителями и детьми происходит конфликт. А когда конфликт есть, обрывается вот эта вот цепочка доверия, да, и дети, между детьми и родителями появляются барьеры. Когда ребенок приходит, как мы говорим, на свободу с чистой совестью домой, да, он абсолютно на нормальном, здоровом позитиве с родителями не могут разговаривать о чем угодно, а не конфликтовать по поводу домашнего задания. Это было ключевое, когда мы закладывали вот методологию работы школы, школа полного дня. И во вторую половину дня, естественно, также мы гораздо больше физических перерывов, да, для того, чтобы, поэтому сейчас спортивная активность происходит во второй половине дня. Учителя у вас Владимирские, Ковровские, Московские, Битерские или откуда команда? Ну, насколько я знаю, у нас нету или почти нет учителей с региона, учителя от Владивостока до Канады, так скажем. О, даже есть иностранный преподаватель? Нет, наш русский, который долго был в Канаде, вот, но вернулся из Канады и там преподавался. Благодаря вашему офферу? Да, нашел, по объявлению набрали, как говорится, да, вот увидел объявление, приехал на собеседование, остался из Канады, переехал сюда. Сколько стоит проект такой школы? Ну, я сейчас могу ошибаться, мне кажется, где-то около 700 миллионов. А сколько здесь стоит год учебный? У нас, если не ошибаюсь, около 40 тысяч рублей в месяц с питанием, или с питанием, я не могу сейчас сказать, не могу ошибаться. Если твой ребенок сможет доказать, что он очень хочет попасть в эту школу, он очень мотивирован, то эти дети получают гранды от группы компаний на бесплатное обучение в этой школе. Кто-то здесь учится, потому что родители, ну, как бы, окей, нормальная школа, и как бы, ну, у меня есть деньги для того, чтобы заплатить, да. А кто-то очень хочет, но нет возможности финансово для того, чтобы оплачивать, значит, оплатную школу, да. Но ребенок хочет до такой степени, когда он готов делать вещи, приземогая себя. Я могу сказать, такие дети, конечно, они очень нужны в коллективе. Это дети-бойцы, это дети с очень глубокой внутренней мотивацией. Они очень полезны в коллективе детей, потому что они являются некими раздражителями и перестраивание ориентировать для всех остальных. Не форцы. А вы как со стрессом боретесь? У вас, наверное, уже есть какая-то отработанная методика за 32 года в бизнесе? Слушай, да нет методики, это же привычка, да. То есть ты постоянно находишься в этом состоянии, да. У тебя хочешь, не хочешь, у тебя вырабатывается инстинкт к изменившим ситуациям относиться с точки зрения аналитики, а не с точки зрения эмоций, да. Ну вот, изменилось. Ты же не можешь это изменить. Вот что-то поменялось, какой-то кризис, да. Что ты же не можешь, он же произошел почему-то. Он носит макроэкономические причины, микроэкономические причины, причины технологические, которые резко меняют рынок, да. Это просто изменилось ситуацией, вот и все. Мы к этому давно уже относимся просто так. В последнее время многие сталкивались с психологическими сложностями. Вот вы как-то проводили беседы с вашим топ-менеджментом. А психологически в чем? Ну, стресс из-за спецоперации, из-за частичной мобилизации, из-за чего угодно вообще. Слушай, Ярослав, ну вот я как бы стараюсь всегда не путать вот в этой жизни все и мухи, котлеты. То есть мухи отдельно, котлеты отдельно, да. То есть у нас с менеджером относительно, исключительно профессиональный разговор, что касается бизнеса. Мы обсуждаем вопросы бизнеса. То, что каждый человек по разуму относится эмоционально, это как бы его внутренняя история. У человека должно оставаться личное пространство. И я, как акционер компании, никогда в это личное пространство не захожу. То есть мы либо делаем профессиональную работу, либо мы ее не делаем профессиональную. Нашу работу, за ту, за которую, в большом счете, мы все получаем заработную плату. Не форцы. У вас есть три каких-нибудь обязательных правила идеального сна? Ярослав, все... Нет такого, все индивидуально? Ярослав, все гораздо проще. Ты водку пьешь? Ну, не каждый день. Скажи, пожалуйста, какая водка хорошая? Хорошая водка та, которую утром ты не чувствуешь. Хорошо. Согласен? Ну, это точно, да. Так вот, когда возвращаешься к хорошему сну... Не важно, может она даже была паленая, не важно, тебе без разницы, да? Просто на утро ты встал, и ты не чувствуешь. У тебя хорошо с утра. У тебя нет похмелья дикого, да? Так вот, хороший сон, это настолько индивидуальная штука, что его можно оценить только по такому же результату. Вот если ты встаешь в выспавшемся и хорошо себя чувствуешь, неважно, сколько ты спал. Есть люди, которые спят 10 часов и не высыпаются. Есть люди, которые спят час и высыпаются. Причем тот, который спит час и высыпается, это вот сегодня так, а через три дня уже не так. Поэтому хороший сон – это тогда, когда результат достигнут. Когда ты встаешь свеж, бодр и готов к рабочему дню. Вот что такое хороший сон. Ну, тогда небольшой матрасный блиц. Самый дорогой матрас в вашей жизни? Где-то около 160 тысяч долларов. Самый удобный матрас в вашей жизни? Тот, на котором ты забываешь про все и погружаешься в сон молниеносно. Самый ужасный матрас в вашей жизни, который был? Что это был за матрас? Когда утром в зеркало, ты можешь посчитать на спине количество шивных пружин, которые связывают пружины внутри матраса. Матрас, на котором вы были наиболее счастливым человеком? Солома. Солома? Есть матрас, да, чехол, который набивается соломой. Он очень комфортный, но он при этом еще невероятно вкусно пахнет. Запах детства на сеновале – это запах детства. У вас какой-нибудь нет? Это самый лучший матрас. Нет, к сожалению, нет. По причине того, что не очень много, наверное, тех, кто хотел бы спать на таких матрасах. Поэтому мы не делаем, мы все-таки работаем на рынок. Но для меня это самые лучшие впечатления были от этого матраса. У вас есть такой какой-то где-нибудь в вашем доме? Ну, в бане есть. В бане есть, да? То есть вы на нем любите поспать? Да, между парениями поспать, да. Не парцы. Сколько стоит ваш самый дешевый матрас и самый дорогой? Вот из каких это линей? Как я понимаю, это все неоскодно называется. Самый дорогой – это линейка премиум класса, кинкойл. Спальное место, спальная система, скажем так. Там мы не разделяем, потому что там играет роль каждая составляющая. Она стоит порядка двух миллионов рублей. Это матрас, где есть массаж, поза расслабления, поза смотрения телевизора. Это матрас. Он выполнен из премиальных материалов. Там же есть трансформированное джастабл основание. Есть специальное основание еще под это все. И весь набор, который вы перечислили, даже еще плюсы. Но это дорогая игрушка, да, по сути? То есть для хорошего сна это совершенно необязательно. Это не дорогая игрушка. Это игрушка своего ценового сегмента, не игрушка, а спальная система того ценового сегмента, где она представлена. И материалы соответствуют этому. Александр, куда вы увозите эти матрасы? Где находится это кладбище бывших матрасов? Кладбище бывших матрасов сейчас находится на специальных полигонах, которые под это выделены. Нам это на самом деле не сильно нравится, но это хотя бы… Их там сжигают. Их там сжигают, их там утилизируют. Мы еще боремся с историей, когда какие-то недобросовестные партнеры иногда по дороге куда-то выбрасывают их в лесу. Мы иногда получаем фотографии, ребята, что за гора матрасов Аскона, где-то на полянке в лесу. Мы, конечно, сам свою машину забираем, увозим туда, куда это нужно сделать. Но у нас в разработке… Мы уже об этом говорили в различных интервью. Опять же, после 24 февраля немножко притормозили. Но будем тему, я думаю, доделывать. Это фабрика по переработке матрасов и мебели. Мы разобрались с технологией. Оказывается, до 95% можно переработать и подарить вторую жизнь. Не в матрасе опять и не в товарах народного потребления. Но это могут быть какие-то промышленные вещи, переработанная проволока, поролон можно использовать вторичного спенивания для промки, частичные вещи, которые могут использоваться в сельском хозяйстве, разволокнение нитей и обратно сделать нити, если правильно химически обработать, их можно пускать на вторичное использование. То есть мы эту тему глубоко изучили. Опять же, опыт наших иностранных партнеров, как сейчас принято говорить. Не сказать, что что-то суперсложное, будем пробовать в следующем году. Не форцы. Что для вас значит деньги? Для меня деньги – это всегда вопрос измерения качества сделанной тобой работы в бизнесе. Крепкий тыл, семья важны для успеха в бизнесе? Женщина. Они точно важны для жизни. Это важнее и для жизни, а не для бизнеса. Часто ли вы отказывались от чего-нибудь ради бизнеса? И от чего? Предприниматели, наверное, отказываются от всего ради бизнеса. Изначально. Потому что если он не может отказаться от всего ради бизнеса, то у него бизнес получается немножко не тот. Как вы думаете, какое качество, вот одно, помогло вам добиться успеха? Можно одно какое-то качество выделить? Да, я людей понимаю. Вам бывает лень? Конечно. Как вы с ленью боретесь? Я с ней не борюсь, я с ней сразу проигрываю вообще, прям тут же даже вот, даже не пытаются. Она всегда побеждает. А слабину можете дать там? На пицце там, я не знаю. Конечно, в легкую, регулярно. А это полезно иногда? Это же, как эта система, какого вида борьбы восточного? Айкидо или Тайкидо, да? Ну, пропусти. Ну, что сопротивляют? Что, вечно вот себя брать и насиловать? Иногда надо просто напросто взять и отпустить ситуацию. Это нормально. Какие надо предпринять шаги, чтобы вот вся Россия была как Доброград? Вся Россия не должна быть как Доброград. Россия очень разная. И она действительно должна быть разной. Ты никогда, если бы вся Россия была бы как что-то одно, да, это был бы один какой-то, я не знаю, там, большой коттеджный поселок. Там все страны. Большая Москва, там вся страна Большая Москва, да. Вот наша страна уникальна, она настолько обширна своей территорией климатическими зонами, рельефами водными, лесными, массивами. Это прелесть нашей страны, то, что она разная. Поэтому и места проживания должны быть разные. Ну, последний вопрос. Пожелайте что-нибудь нынешним предпринимателям в такое непростое время. Я хотел бы только одно пожелать, чтобы это время не называли непростым. А как же? Это обычная регулярная турбулентность. Она другая, они все не похожи друг на друга. Поэтому, ну, я могу сказать так, если предприниматель будет называть какие-то периоды времени непростыми, ну, наверное, человек выбрал не ту профессию, ему лучше в нее не ходить. Бизнес, а предпринимательство особенно, это ежедневные трудности, которые возникают. На сегодняшний период это одна из них. Вы думаете, все будет хорошо? Я всегда верил в эту страну, я ее очень люблю. Я нисколько не сомневаюсь в том, что все будет хорошо. Спасибо большое за этот разговор. Пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!